сегодня мы с вами продолжим изучение файловой системы и вопросов связанных с файловой системы прежде чем мы перейдем к внутреннему устройству файловых систем я скажу несколько слов об астрономическом времени и о некоторых функциях работы с астрономическим временем которые у реализованы в поиск сориентированных операционных системах прежде всего но поскольку у нас компьютер работает в каком-то реальном физическом мире нам нужны те или иные способы с помощью которых у компьютера будет связь между какой какой-то внутренней системы отчета внутреннего времени с тем физическим или астрономическим временем которые у нас протекает в нашем мире и в разных операционных системах вот это вот отсчет времени реализуется по-разному а в в таких вот поиск сориентированных системах отчет времени ведется так как в общем-то очень часто называется юникс таймстэмп то есть такой вот термин который прижился по отношению к всем операционным системам типа юникс используется не только в юниксе ну и а также в тех языках которые по происхождению пришли из юникса очень часто юникс таймстэмп мы встречаем в разных сетевых протоколах некоторые языки дают время основанную на юникс таймстэмпе и так далее значит сам по себе ну них ставим стэмп ну как бы мы не отсчитывали время нам нужна некоторая точка отсчета где у нас время будет равняться нулю если мы рассматриваем традиционный григорианский календарь это будет там 1 января первого года если мы рассматриваем календарь юникса то точка отсчета в мире юникса считается 1 января 70 года по ютиси то есть по всемирному координированному времени время в юниксе считается линейным и вот этот вот счетчик времени увеличится на единицу каждую секунду то есть другими словами вот юникс таймстэмп это количество секунд прошедших с 1 сентября с 1 января 1970 года по ютиси и в операционных системах ориентированных на посекс время всегда хранится как ютиси время и пересчитывается в локальную временную зону там уже непосредственно при там например при выводе времени в человека читаемом формате для хранения собственно типа данных для хранения вот это вот отсчета секунд от 70 года используется тип time t который обычно это какой-то там сайт лонг ну то есть просто лонг то есть допускается отрицательное значение ну и отрицательное значение очевидно это будут отметки времени которые были до нулевого времени до 70 года для простоты календарь в юниксе чуть-чуть упрощенный и юникс юникс таймстэмп не учитывает такое явление как так называемые високосные секунды lip seconds ну как вы наверное знаете традиционный григорианский календарь которым мы все пользуемся он естественно он там не до конца точный он очень их его точность очень хорошая но все равно его точности не хватает в силу и астрономических и физических причин такого таких как-то легкая неравномерность даже вращение земли все-таки постепенное там чуть-чуть расхождение между временем обращения вокруг солнца и точным григорианским кодом и так далее поэтому чтобы вот эту физическую неравномерность чтобы то есть приближать все время вот такой вот наш григорианский календарь которым мы пользуемся к физическому календарю время от времени в календарь вставляются дополнительные так называемые високосные секунды обычно это происходит собственно 31 декабря декабря или 31 июня разных лет если посмотреть по справочнику когда последний раз вставлялись високосные секунды по-моему это был там какой-то 2015 год или или типа того можно даже это эту информацию проверить так когда у нас там был календарь високосных секунд вот последний раз високосные секунды вставлялась 31 декабря 2016 года видите что вот здесь график показана одна достаточно вставляется неравномерно по астрономическим соображениям чтобы как-то там приводить наш григорианский календарь физическую на 21 год пока еще календарь не анонсировано то есть вот в июне вставляться не будет 31 декабря пока еще неизвестно за все время функционирования вот этого механизма високосных секунд 72 года нас было всего ли всего добавлено 27 високосных секунд в наш календарь unix календарь unix timestamp вот этот момент в общем-то игнорирует то есть с точки зрения уникса календарь уникса всегда каждая каждой сутки содержит ровно восемьдесят шесть тысяч четыреста секунд и так собственно все это время с за которым мы видим отчет поэтому ну можно сказать что в общем-то unix календарь сейчас расходится с настоящим астрономическим календарем вот на эти вот 27 секунд насколько это важно ну с одной стороны для такого вот обычного повседневного использования времени нашего это не очень важно все-таки достаточно редкое явление с другой стороны если мы будем решать задачи связанные с точным микросекундным или наносекундным отчетом времени в особенности в контексте физических приложений там геопозиционирование gps глонас то там конечно же нам нужно будет учитывать вот эти все високосные секунды ну тогда понятно что традиционный механизм високосных секунд и применим нам нужно как-то наверное хранить собственно time stamp и плюс дополнительное смещение которое нас постепенно накапливаются что происходит в униксе когда вот это вот вставляется дополнительная високосная секунда есть много вариантов реализации дополнительной секунды то есть это означает что например 31 декабря в 29 часов 59 минут у нас в часе не 60 секунд как обычно 61 секунда и вот этот дополнительная секунда она имеет номер 60 то есть от 0 0 59 это обычная секунда и 60 это будет дополнительная високосная секунда поскольку time stamp для этого не предусмотрен каким-то образом нужно чтобы вот эта вот високосная секунда была втиснута в традиционный unix time stamp один из вариантов вполне возможно это просто после 59 секунды снова еще раз установить время 59 секунд то есть в этом случае у нас просто time stamp 29 23 часа 59 минут 59 секунд продлится дважды это это может быть не очень удачный вариант поскольку все-таки у нас какая-то сабсекундная компонента там микросекунды или наносекунды нам их придется сбросить и вот в этот момент появления високосной секунды у нас календарь не будет монотонным даже видите синик будет не монотонным то есть вот этот постепенный рост нашего времени вдруг от откатится на секунду назад и и снова снова начнут расти то есть временно нарушится монотонность времени поэтому наверное не самый лучший вариант а с другой стороны unix собственно например ядро операционной системы зная о том что ему предстоит високосная секунда может чуть-чуть в рамках там допустим 1 60 или даже чуть-чуть в рамках там 1 3600 в течение последнего часа или в течение последней минуты чуть-чуть удлинить соответственно минуты и секунды таким образом у нас просто чуть-чуть подрастянув вот этот последний час или последнюю минуту и тогда у нас будет время монотонно растущие тоже вполне себе вариант ну дальше мы от об этих тонкостях вот этого отчета времени говорить не будем ну там будем считать что unix timestamp и unix timestamp то есть всегда 24 на 60 на 60 секунд в сутках хотя это строго говоря астрономически не совсем так это один из недостатков которые есть у механизма unix timestamp другой недостаток это то что вот сам по себе unix timestamp он имеет точность одну секунду то есть увеличится на яичку каждую секунду и для может быть для календарного времени когда вот мы тут отсчитываем секунды у себя на часах этого вполне достаточно но для большинства компьютерных применений секунды слишком большое время мы если мы отсчитываем время каких-то процессов внутри выполняющихся внутри нашего компьютера то компьютер намного быстрее и нам конечно же потребуется точность гораздо выше чем одна секунда и здесь нам нужно тоже рассматривать какие-то варианты расширения unix timestamp второй недостаток и если мы будем рассматривать варианты расширения у них там стэм по скорее всего мы потеряем простой линейный формат и третий недостаток который наверное самый такой вопиющий недостаток что во многих системах 32-битных системах работающих с unix в которых даже настоящий момент достаточно в себе в мире работает разные банковские системы то есть до сих пор большое количество серверов основных на которых работает unix еще 32-битных работают там десятками лет и в общем то никто не думает от них отказываться потому что они прекрасно справляются то у нас в 32-битных системах как правило тип time t это тип long то есть размер типа time t равен 4 и тогда поскольку у нас получается что максимально представимое значение секунд в типе time t это будет 2 в 31 минус 1 или минимальное представимое значение будет минус 2 в 31 то тут у нас реально перед нами маячит проблема переполнения этого типа time t а именно в 2038 году от 1970 года как раз случится этот момент когда количество секунд от 70 года превысит 2 в 31 и тогда в этот момент если у нас тип time t имеет размер 4 мы если просто мы будем увеличивать счетчик на единичку для обычного лонга в дополнительном коде ну там формально получим от defined behavior при переполнении но тем не менее там по факту у нас максимальное положительное значение превратится в минимальное отрицательное значение и календарь перескочит из 2038 года в 1901 год это проблема проблема 2038 года которую так или иначе надо решать поскольку 2038 году все-таки будет существенное количество систем 32-битных 32-битных типов time t ну и которые постепенно там как-то пытаются решать разными патчами виду доработками ядра доработками библиотек и так далее в частности в 32-битном рынок всегда time t 4 байтный в общем то есть до сих пор в в некоторых других 32-битных системах например там 32-битный freebsd уже time t уже не 4 байтный а 8 байтный это недостаток с которым нужно активно работать чтобы он не превратился в бомбу и он чем-то похож на так называемую проблему 2000 года ну вот соответственно в чем была проблема 2000 года вы ее конечно же уже не застали поскольку поскольку родились после 2000 года в основном в большом количестве банковских систем в особенности тех которые работают в соединенных штатах в особенности тех которые были написаны на языке программирования кабол для хранения года повсеместно использовались две последних цифры то есть там 76 77 78 92 93 вместо полного года четырехразрядного настоящий момент соответственно когда должен был бы наступить 2000 год должно было бы произойти переполнение то есть 99 год превратился бы в нулевой год соответственно там мы бы откатились там календарь бы откатился начало двадцатого века точнее в конец девятнадцатого эта проблема расценивалась как очень серьезная на проблему двухтысячного года были брошены очень большие силы были брошены очень большие соответственно деньги чтобы провести аудит всех существующих на тот момент критических систем в том числе банковских и так или иначе эту проблему решать но поскольку никакого инцидента в 2000 году не было то и возможно два варианта первый вариант что действительно к 2000 году все проблемы то есть проблема была действительно серьезная но к 2000 году успешно ее она была решена первый вариант что можно сказать про 2000 года второй вариант такой что ну как мы можем там предположить что проблема двухтысячного года была намеренно раздута гораздо больше чем ее реальной значимости чем ее реального влияния ну чисто для того чтобы соответствующие консультационные фирмы и соответствующие бюджеты просто были попилены и освоены ну что тоже вполне такой возможный сценарий что из этого правда что нет но я сейчас затрудняюсь ответить скорее всего смесь и того и того то есть конечно же проблема была но скорее всего не в таком масштабе в котором это все там нагнеталось и описывалось это что касается еще проблемы 2000 года вот не знаю насколько серьезно будет раздуваться проблемы 2038 года ну посмотрим соответственно у нас есть вот это вот линейное время которое секунды за секунды отсчитывается с 70 года и для того чтобы работать с линейным временем у нас есть следующие вот функции которых это несколько слов скажу у нас есть системный вызов самый простой системный вызов системный вызов тайм который нам возвращает собственно текущее время кроме того ну не знаю почему так сделано помимо того что он возвращает текущее время он еще может принимать указатель на переменную в которую то же самое это текущее время будет сохранено то есть непонятно зачем здесь нужен там обычно здесь передать дал и возвращаем результат присваивать переменную переменную это системный вызов который нам дает собственно вот это вот unique timestamp с другой стороны для представления в человекочитаемом виде нам unique timestamp в общем то ну в общем почти никогда не нужен непонятно зачем им нам нужны средства для конвертации unique timestamp в какое-то человеческое представление вот поиск с ориентированной системы внутри себя в стандартной библиотеке си подержит только григорианский календарь если нам нужен какой-то не григорианский календарь там я не знаю какой то мусульманский или какой-нибудь еще там юлианский еще какой-то календарь то стандартная библиотека нам этих функций не предоставляет нам нужно пользоваться отдельными библиотеками календарными или расширениями стандартная библиотека умеет работать только с григорианским календарем и конвертировать время из unix timestamp в дату по григорианским календарю туда и обратно для этого нам мы можем использовать две функции вот первая функция local time и вторая функция game time функция local time конвертирует время которое мы здесь передаем по указателю в некоторое григорианское время размещаемое в структуре которая передается здесь тоже по указателю в качестве второго аргумента и эта же структура возвращается в качестве результата работы local time то есть просто здесь возвращается указатель перед ним в качестве параметра это локальная временная зона и функция game time конвертирует для utc времени utc времени нам полезно если мы допустим хотим логировать ивенты то есть там чтобы напечатать логи особенности серверов особенности работающих где-нибудь там какой на какой-нибудь там площадке провайдера какого-нибудь облачного где-нибудь не знаю там в калифорнии или там в ирландии или в сингапуре гораздо будет полезнее utc время конечно же нежели там локальное время размещения сервера соответственно функция game time нам позволяет конвертировать game time подчеркивание r нам позволяет конвертировать unix time stamp в грегорианское время уже по utc и обратные функции функции преобразования mk time конвертирует грегорианское время в time-t и time game она не совсем стандартная тоже очень полезная конвертирует utc время григорианское в тоже time-t если эти функции если время представимые выходят за пределы представимым диапазона то эти функции возвращают минус 1 минус 1 понятно что это может быть валидное значение это это последняя секунда до 1 января 70 года ну в этом случае если вы хотите различать ошибку и валидное значение у нас есть как всегда глобальная переменная r на которую перед mk time можно установить в ноль а после mk time проверить что она не равна нулю ну вот local time и mk time они работают с локальной временной зоной локальная временная зона конфигурируется в настройках операционной системы и в общем то может быть даже переставляться динамически то есть если мы посмотрим сейчас я запущу какой-нибудь допустим стандартный утилета date нам возвращает текущее время в локальной временной зоне собственно вот сейчас там пятница 26 февраля 19.56 здесь указана еще временная зона мск вот это вот временная зона мск прописана в файлах конфигурация операционной системы которые там варьируются от версии операционной системы конечно же там обычно локальная временная зона где-то находится так и если я хочу локальную временную зону изменить у меня есть соответствующая утилита тоже зависящая от версии операционной системы которая переустанавливает локальную временной зону но кроме того что я могу использовать использовать вот стандартную дефолтную временную зону у меня всегда есть переменное окружение tz который я могу устанавливать вот так как бы временно создавать временную зону и таким образом все функции работы с грегорианским календарным временем будут учитывать именно вот эту вот временную зону которая у меня задана в переменное окружение tz ну например я могу установить здесь tz Например, «Европа», «Лондон», «Дейт». И тогда команда утилита «Дейт» мне сейчас выводит текущее время по Лондону. Собственно, в Лондоне сейчас действует зимнее время, которое совпадает с UTC или, другими словами, с Greenwich Mean Time. Вот там 6.58 в данный момент. Если какая-нибудь «Европа», «Париж», то сейчас в Париже «Central European Time» 7.58. Ну и так далее. Я могу это здесь, вот здесь я переменные окружения устанавливаю в командной строке перед вызовом команды «Дейт» Шиловской. Точно так же я могу в моей программе устанавливать переменные окружения «ТЗ» с помощью функции aliaset.enf или put.enf. И функции там mkTime либо localTime у меня будет использовать переменные окружения «ТЗ», чтобы конвертировать между UnixTimeStamp и локальной временной зоне. Что из себя представляет, собственно, вот это вот григорианское время, строк ТМ, которое я получаю от функции конвертации? Ну, здесь есть вполне ожидаемые 6 полей. Секунды, минуты, час, день, месяца, месяц и год, которые мы ожидаем от, собственно, григорианского календаря. Секунда изменяется от 0 до 60 включительно, но тут, соответственно, есть время для вот этот вот leap second. Хотя, из того, что я сказал, видно, что, скорее всего, leap second у нас здесь из UnixTimeStamp не возвращаться будет никогда. Минута, стандартная минута от 0 до 59, час, стандартный час от 0 до 23. МД – это день месяца от 1 до 31, вот просто как у нас там 1 января, это будет МД равен единице. Вот месяц, он отчитывается от 0 и до 11. То есть январь – это 0, декабрь – это 11. Смысл этого, скорее всего, в том, что мы хотим, если мы хотим отображать месяц в какое-то строковое представление, например, там, как делать LS в строку, там, январь, февраль, март и так далее, тогда удобнее месяц иметь как индекс, нежели как номер его. Тогда мы просто используем tm.man в качестве индекса, обращаясь к какой-то таблице уже строк и выводим месяц. С этим связан был один забавный баг, который достаточно давно, но тем не менее был в андроиде, в котором какая-то календарная утилита имела только 11 месяцев. От января до ноября включительно 12 месяц они потеряли. Именно из-за того, что вот месяц, они, видимо, считали, что месяц от 1 до 11, хотя на самом деле месяц от 0 до 11. Поле год, тем, year, оно тоже хранится почему-то странным очень образом, это год минус 1900. То есть 1900 год будет иметь номер 0, там, допустим, 2021 год будет иметь номер 121. Зачем так сделано, ну, непонятно, загадка большая, но тем не менее вот так вот. И три поля, которые нам дают дополнительную информацию о григорианском календаре. Weekday – это день недели, 0 в воскресенье, и от 1 до 6, соответственно, от понедельника до субботы. yday – это день года, отсчитываемый от нуля. И очень важное поле из DST – это поле флага включенного летнего или зимнего времени. То есть если из DST равен единице, то вот в данный момент, в котором календарный момент времени действует летнее время, если из DST равен нулю, то летнее время не действует, и если из DST равен минус 1, то информации о летнем или зимнем времени нет. Ну, что такое летнее или зимнее время? Ну, вот у нас в нашем календаре летнее время присутствовало до 2012 или там какого-то 13-го года, вот где-то вот относительно недавно. Два раза в год весной часы переводились на час вперед, осенью переводились часы на час назад. Мотивация перехода на летнее и на зимнее время была в том, чтобы, условно говоря, приблизить светлое время суток, потому что у нас все-таки светлое время суток летом начинается достаточно рано и заканчивается достаточно поздно, к стандартному расписанию функционирования человека. Ну, то есть человек склонен, условно говоря, начинать деятельность позже относительно светового дня летом и заканчивать деятельность тоже позже, поэтому у нас получается, что световой день смещен относительно человеческой деятельности в... ну, чуть раньше, то есть там летом, когда восход в 5 часов, ну, у нас никакая деятельность, наверное, кроме сельскохозяйственной, в это время не ведется. Наоборот, человеческая деятельность склонна там заканчиваться поздно, заканчиваться, когда уже темно, нежели чем начинаться рано. И вот чтобы это как-то компенсировать, изначально обоснование было то, чтобы экономить электричество, поэтому время вот таким образом сдвигалось на один час. В общем, в настоящее время к летнему или зимнему времени отношения спорные, и вроде бы как Европа, в которой летнее или зимнее время пока еще действует, в этом году будет переходить на летнее время в последний раз. И они вроде бы как его хотят отменить. На мой субъективный взгляд, это неправильно. Дело не в том, что там какая-то энергия экономится, даже это не важно. Хотя, конечно же, экономия энергии при нынешней одержимости всякой зеленой энергии и прочим, какой-то тоже фактор. Скорее для меня более важно представляется то, что именно время активной деятельности человека, оно все-таки более адекватное становится при летнем времени. Ну, посмотрим, как это все будет. В любом случае, в Европе и в Америке сейчас есть летнее время, переход на летнее и на зимнее время в России. Ну, как вы все знаете, нет. Против выступали, против выступают люди, такие мотивации против, что типа там это все там нарушает какие-то биоритмы и что-то какое-то такое прочее странная вещь. Поэтому вот летом у нас, условно говоря, если мы даже будем рассматривать исторический календарь в России, у нас вполне может быть так, что летом стоять будет единичка и зимой, соответственно, флаг 0. Григорианский календарь, который мы используем, он волатильный. В том смысле, что временная зона, переключение между летним и зимним временем меняется очень часто. Там даже вот в России в 2010-х годах дважды поменялась временная зона. До этого в отдельных регионах она тоже много раз менялась. И даже сейчас время от времени происходят какие-то переходы регионов из одной временной зоны в другую. То есть там как-то они там либо ближе к Москве становятся, либо как-то там к точкам тяготения подтягивают свое время. Это касается не только России. Это такой вот процесс изменения какого-то локального календаря. Он идет постоянно во многих очень странах. Поэтому вот это вот календарь, точнее отображение между Unix-таймстэмпом и локальным временем, оно в общем исторически очень сильно варьируется, и нет какой-то жестко прописанной формулы, которая будет работать один раз навсегда. Поэтому существует специальная временная база временных зон, которая поддерживается, вот она называется IANA TimeZone Database, которая регулярно обновляется несколько раз в год. Вот последняя версия этой вот TimeZone Database 2021A. То есть версии нумеруются по году и дальше латинскими буквами A, B, C, D и так далее. Предыдущие версии, наверное, можно посмотреть в истории. Там в год у них бывает несколько релизов, несколько букв они занимают. И получается, что каждый раз, когда выходит новая версия TimeZone Database, ее нужно так или иначе разлить на все устройства, которые ею пользуются. Это практически все устройства, на которых работает POSIX. Там вплоть до всех сотовых телефонов Android, iOS, все сервера, все какие-то обычные компьютеры. Очень часто, конечно же, если мы используем более-менее современную версию операционной системы или мобильной операционной системы, то обновление временной зоны нам приходит вместе с обновлением операционной системы. Но в какой-то момент операционная система обновляться перестает. И Android, и Linux рано или поздно просто перестает обновлять соответствующие версии. Тогда у нас TimeZone перестает обновляться и в какой-то момент становится неактуальной. Это вот тоже справедливо для мобильных операционных систем. Если очень старое, то там просто может быть неправильное время. Но и кроме того, время может быть неправильное сразу же после формальной смены нашего времени. То есть вот когда в России поменялась... Вот последний раз, когда в России поменялась информация о TimeZone, билборды, особенно в Москве, вплоть до года после смены этой даты могли показывать время, отличающее от правильного на час. То есть просто вот на всех тех устройствах, которые показывают рекламную информацию, просто не была обновлена временная зона. То же самое и на мобильных телефонах. Тоже в течение очень большого времени после формальной смены зоны время было отображалось некорректно. Но это вот такая вот проблема, связанная с тем, что отображение Unix Timestamp в локальное время все время плавает. Это вот структура, отвечающая за грегорианское время, которое мы можем получать, конвертировать не в Unix Timestamp, но мы можем делать обратное преобразование из вот этого вот struct G, struct M в Unix Timestamp. У нас для этого есть функция стандартная MkTime, которая работает во временной зоне. Поскольку обычно мы не знаем, действует ли летнее время в тот момент времени, который мы хотим конвертировать, то для этого вот очень важно, у нас есть значение поля Tm из Dst, которое должно быть установлено в поле Tm. Иначе, если там просто 0 или ничего, если мы просто обновим структуру Tm, нам может быть возвращено неправильное время в случае, если там в данном моменте действовало летнее время, если мы будем историческую какую-то информацию разбирать. Поэтому обязательно Tm из Dst должно быть равно минус 1. Если MkTime не вписывается в интервал представимого времени, вот для 32-битного TimeT это до 2038 года, для 64-битного TimeT, ну, скажем так, интервал представимого времени покрывает весь ожидаемый интервал времени жизни нашей Вселенной, поэтому нам не стоит беспокоиться о переполнении. Если происходит переполнение, нам возвращается минус 1. И, как я сказал, мы можем еще дополнительно проверять переменную r на, чтобы отличать от валидного возвращаемого значения. Что более практично и что более нам ценно при использовании функции MkTime, что функция MkTime еще выполняет нормализацию полей тех, которые мы передали ей в качестве значения. То есть вот у нас есть 6 основных полей плюс из Dst и 6 основных полей, секунды, минуты, часы, день, месяц, год. Мы их можем здесь задавать, вообще говоря, произвольными. 80-я секунда 35-го дня, допустим, 15-го месяца. И MkTime в процессе своей работы вот эти все произвольно, на самом деле, заданные значения вот этих вот полей нормализует, то есть переводит их в нормальный календарный интервал, о котором я уже говорил. Поэтому, допустим, если мы хотим перейти на следующий день относительно текущего, можем, допустим, к дню TMON прибавить единицу и вызвать MkTime. Все остальные поля, день, месяц или год, они нормализуются автоматически, то есть там 31 декабря после MkTime превратится в 1 января. Это первый полезный побочный эффект функции MkTime. Второй полезный побочный эффект функции MkTime, что нам проставляются вот эти вот поля день недели, день года и флаг наличия или отсутствия летнего времени. Поэтому MkTime можно использовать для календарных вычислений, например, прибавить день к текущей дате, ну и так далее. То есть большой простор для использования. Так, это то, что касается функции MkTime. Тем не менее, как я сказал, вот этого секундного времени нам очень часто может быть недостаточно. И для каких-то внутренних применений, если у нас работают процессы, которые там внутри себя как-то отчитывают время, нам может потребоваться время с точностью выше, чем секунд. Для этого в Unix, в POSIX-ориентированных системах уже используется время, состоящее из двух компонентов. Первый компонент – это традиционный TimeT, то есть Unix Timestamp. И вторая компонента – это доля секунды, которые у нас заданы в TimeT. Есть две структуры. Есть структура, которая называется StructTimeVal, и которая представляет время с микросекундной точностью. То есть у нас есть поле TimeT, tvsec, и поле типа Long, tvusec – это микросекундная компонента, которая изменяется от нуля до 999999. Соответственно, каждый раз она изменяется в этом диапазоне, потом сбрасывается на нуль, снова растет, каждую секунду микросекундный компонент увеличивается. И секундный компонент Unix Timestamp увеличится раз в секунду. И у нас есть функция GetTimeOfDay, системный вызов, которому я могу передать в качестве первого аргумента вот эту структуру TimeVal, и она будет заполнена текущим временем, соответственно, с микросекундной точностью. Современные ядра операционных систем вполне себе будут вам возвращать именно микросекундную точность. То есть, если раньше точность могла быть какой-то там, не знаю, например, миллисекундной, то сейчас вы вполне будете микросекундное время получать. Второй параметр функции GetTimeOfDay, он не используется и должен быть нам. Ну, так сложилось, скажем так. Если нам микросекундной точности недостаточно, а есть микросекундные функции, которые требуют наносекунды точность, у нас есть альтернативная структура StructTimeSpec, у которой вот этот параметр, у которой точно так же время состоит из двух компонентов, секунды и наносекунды. И наносекунды, собственно, это наносекунды, то есть изменяются от 0 до 999 миллионов. Чем это время неудобно? Что оно не монотонно, что оно состоит из двух компонент, и что оно получается у нас не монотонно анатомно по компоненте микросекунды или наносекунды, то есть оно все время растет и падает. Поэтому, например, разные языки делают компоненту таймстэмпа по-разному. Например, то, что называется Java Timestamp, он же JavaScript Timestamp, то есть таймстэмп, который мы используем в языках Java и JavaScript, в нем отсчет времени точно так же начинается от 1 января 1970 года, но единица отсчета будет 1 миллисекунда, то есть за 1 секунду мы прибавляем 1000 к счетчику времени. Этого счетчика времени миллисекундного, опять-таки, он 64-битный, как правило, то есть в JavaScript, конечно же, он имеет тип number, то есть 53 бита. В Java 64-битный его хватает для любого практического применения календарного. Что делать на C или там на C++ для хранения времени с точностью выше, чем секунда? Я думаю, правильно либо использовать миллисекундный таймстэмп, либо даже использовать микросекундный таймстэмп. То есть конвертировать время, которое вы получаете из соответствующего системного вызова getTimeOfDay, умножать секунды на миллион и прибавлять к ним, собственно, миллисекунды. У вас получится линейное время, микросекундное время, отсчитываемое от 1 января 1970 года. 64-битного типа хватит для любого разумного календарного применения, если даже вы будете хранить микросекунды в 64-битном типе. Поэтому в качестве хранения таймстэмпа для внутреннего использования скорее всего это будет наилучший вариант. Микросекунды от января 1970 года, который вы вычитаете сами по тривиальной формуле. К временным отсчетам мы с вами вернемся тогда, когда уже будем рассматривать таймеры, тогда, когда уже будем рассматривать настройку таймеров, манипуляции с таймерами, там как раз нам потребуются микро- или наносекундные интервалы. Пока вот общая работа с календарным временем, вот ограничиваем все эти. То есть самая важная здесь функция у нас будет localTimeR. Например, если нам нужно рассматривать дату последней модификации файла, то берем у структуры stat-поля stmtime, это будет UnixTimeStamp последней модификации, конвертируем его в галерийское время, в локальной временной зоне и выводим либо printf, либо какой-нибудь функции а-ля strftime, которая делает форматное преобразование для времени. Это, собственно, то, что у нас делает та же самая утилита ls, например, которая показывает список файлов в каталоге. То есть теперь вы можете написать, по сути, любую утилиту, которая у нас работает с файлами. Так, давайте мы сделаем буквально 5-минутный перерыв, и я уже перейду к следующей теме, к внутреннему устройству файловой системы. Можно вопрос сейчас задать быстро? Да, конечно. Не могли бы повторить про функции local time, про аргументы? Зачем там указательную структуру tm-res, зачем нужен, если она возвращает? Давайте этот вопрос более подробно будет на семинарах рассмотрен. Есть. Хорошо, спасибо. Смотрите, если вы откроете документацию, вы там увидите функцию просто local time, и есть функция local time подчеркивание R. Я сейчас рекомендую всегда использовать local time R, поскольку эта функция безопасна для использования в мультитредовых приложениях, но подробнее это можно будет уже разбирать на семинарах. Спасибо. Так, коротенький перерыв. И сейчас я хочу рассказать о некоторых очень таких важных деталях реализации файловой системы в ядре, и плюс на некоторых деталях устройства файловых систем вообще. Итак, из того, что мы с вами рассмотрели до этого момента, у нас появилось понятие файлового дескриптора, FD, который мы бы мы изначали, который представляет собой некоторое неотрицательное целое число, с помощью которого мы идентифицируем, собственно, открытый файл в разнообразных системных вызовах, которые нас позволяют манипулировать с файлами. У нас есть большое количество системных вызовов, и мы из них даже очень небольшую часть пока рассмотрели, и будем рассматривать еще. Это базовый read-write, естественно, close, и мы с вами еще последний, там, рассмотрим дальше dApp, и пол, и в cintel, и octel, и так далее. То есть очень много системных вызовов у нас в качестве аргумента принимает именно ресурсный идентификатор, файловый дескриптор. Почему файловый дескриптор является целым числом? Ну, вот как я уже так вот сказал, потому что каждый процесс, каждая исполняющаяся программа имеет свой набор открытых файлов, которые у нас идентифицируются файловыми дескрипторами, и файловый дескриптор есть не что иное, как некоторый индекс в таблицу открытых файлов, уникально для каждого процесса, который связан с каждым работающим процессом, и процессом находится в ядре операционной системы. Здесь используется именно индекс, ну, просто потому что индекс использовать проще, нежели чем указатель. Например, у нас еще есть, например, в WinAPI, в Windows есть понятие handle, где тоже handle является некоторым универсальным идентификатором ресурса, открытого в ядре Windows. И вот handle и Windows представляют собой скорее указатели, чем индексы. Ну, указатели, с указателем манипулировать сложнее, в том смысле, что вот, ну, их валидность приводит сложнее, скажем так. С индексами очень просто. У нас есть ноль, как минимальный индекс, и какой-то там просто фиксированный максимальный индекс, больше которого у нас валидных файлов-дескрипторов быть не может. Поэтому, по сути, для работы с открытыми файлами пользователю в userspace дается просто некоторое число индекс, которое уже внутри, при исполнении системных вызовов, конвертируется уже в указатели на внутреннюю структуру данных, просто обращаясь к массиву. И, как я сказал, у каждого процесса ядро содержит некоторую таблицу открытых, ну, просто таблицу файловых дескрипторов для каждого процесса. Она хранится в соответствующей структуре, struct task, например, в Linux, или там в аналогичных структурах других ядер, и конкретно в Linux. Эта структура имеет следующий вид. Вот эта структура, к ней процесс, естественно, доступа не имеет, поскольку она находится в адресном пространстве ядра. Уже с этой структурой работают разные компоненты ядра, ну, обычно, собственно, обработчик системных вызовов. Эта структура хранит информацию обо всех доступных файловых дескрипторах конкретного процесса. Что мы здесь имеем? У нас здесь есть некоторый максимальный номер файлового дескриптора, доступный для текущего процесса. Соответственно, это будет, понятно, это будут размеры вот этих вот массивов или битмэпов, которые у нас являются остальными параметрами. Дальше у нас есть массив указателей на некоторую структуру, которая называется struct file. Эта структура содержит некоторую информацию в открытом файле, которую мы сейчас с вами рассмотрим. И дальше у нас есть битмэп, то есть, собственно, по одному биту на каждый файловый дескриптор флага, который называется close on exec. Я о нем упоминал, когда мы рассматривали системный вызов open. Флаг close on exec вызывает автоматическое закрытие файлового дескриптора при системном вызове exec, который мы с вами будем еще рассматривать. Это битмэп, то есть на каждый файловый дескриптор отводится один бит. И есть еще один битмэп, openFDS, где тоже на каждый файловый дескриптор отводится один бит. Это карта множества открытых файловых дескрипторов. Почему у нас есть и массив указателей, и отдельный битмэп? Потому что искать по битмэпу быстрее, нежели чем идти по массиву файловых дескрипторов, сравнивая на нулевой указатель. Условно говоря, здесь у нас один элемент массива нашего имеет размер, например, 8 байт. И в кэшлайн у нас помещается 8 элементов такого массива. А здесь у нас в одном элементе битмэпа сразу мы можем закодировать 64 бита. То есть, условно говоря, в типичной программе у нас здесь вот сразу же в первом элементе, ну, в нулевом элементе нашего битмэпа будет храниться информация во всех файловых дескрипторах. Поэтому отдельно карта открытых файловых дескрипторов, мэпа открытых файловых дескрипторов и отдельно, собственно, указатели на уже открытые файлы. В дальнейшем мы с вами посмотрим, что вот эта вот структура открытых файлов, она наследуется при создании нового процесса. То есть, когда мы создаем новый процесс, он, в общем-то, наследует вот эту структуру открытых файлов. Все полностью, то есть, ну, можно сказать, что происходит копирование этой структуры открытых файлов. То есть, как мы видим, на уровне, собственно, непосредственно файловых дескрипторов вся информация об открытом файле – это то, что у нас есть занятый файловый дескриптор или свободный и плюс флаг закрытия при системном вызове EXEC. Вся остальная информация об открытом файле хранится дальше, чуть по одному указателю в некоторой структуре файла. Стракт файл описывает состояние открытого файла. Каждый раз, когда мы, собственно, открываем файл с помощью системного вызова Open или каким-то образом получаем новый уникальный файловый дескриптор с помощью какого-нибудь сокета или E-Pol. То есть, тогда, когда мы создаем новую сущность открытого файла, каждый раз в ядре будет создаваться новый экземпляр структуры файла. Она содержит много полей. Самое главное из них будут вот какие-то вот такие вот. Здесь содержится поле fcount, счетчик ссылок. Здесь содержится поле fflags с флагами открытия. Здесь содержится поле внутренних флагов. И здесь содержится поле текущего смещения fpos. Что такое счетчик ссылок? Да, когда мы с вами рассматриваем таблицу открытых файлов, у нас здесь есть указатель туда, вот на структ файла. И, в принципе, разные файловые дескрипторы могут работать с одним и тем же открытым файлом. Первый способ получения копии файлового дескриптора – это системный вызов DAP или DAP2, или DAP4. То есть, они просто создают копию существующего файлового дескриптора. И при этом вот эта вот вновь полученная копия будет иметь тот же самый указатель с другом структуре файла. Второй способ – это создание нового процесса с помощью системного вызова fork или аналогичного. Тогда вновь созданный процесс тоже получит копии файловых дескрипторов, у которых struct файл тоже будет указывать уже на существующий открытый файл, на существующий instance struct файл. И тогда получается, что у нас на конкретный экземпляр, конкретный объект типа struct файл может храниться несколько ссылок из массива файловых дескрипторов. Ну и каждый раз, соответственно, при создании очередного нового указателя у нас здесь поле fcount будет увеличиться на негативницу. Ну и мы знаем, что этот файл у нас как-то используется, пока поле fcount больше нуля. Когда мы выполняем системный вызов close, close, соответственно, освобождает вот этот вот файловый дескриптор в структуре fd-table и уменьшает на единичку счетчик ссылок в поле fcount у struct файла. Когда счетчик ссылок становится равным нулю, то, соответственно, мы можем считать, что этот файл у нас закрыт, совсем закрыт, и мы можем выполнить дальнейшие операции по освобождению ресурсов, уже связанных с открытым файлом. Это такая стандартная стратегия работы управления памятью с помощью счетчика ссылок. Дальше. Вот у нас есть поле POS. Это текущее смещение от начала файла. И, по сути, вот системный вызов, который мы рассматривали, lseg или там lseg аналогичный, он не выполняет никакой операции ввода-вывода. Вот этот вот системный вызов lseg просто берет и переставляет значение поля fpos у соответствующей структуры файла. А дальше уже получается, что, например, системный вызов read, который мы запрашиваем, вызываем системный вызов read, он берет поле fpos из struct file и дальше уже обращается к vfs, операцию чтения или операцию записи. То есть вот эта вот абстракция текущей позиции в файле, она хранится на уровне struct file. И, естественно, дальше уже в операции чтения или записи на уровне драйверов устройств уже всегда передается абсолютная позиция для чтения или для записи относительно начала файла. То есть на этом уровне мы вставляем fpos. Ну и, соответственно, каждый раз, когда мы выполнили либо lseq, либо read, либо write, либо любую другую операцию, которая выполняет операцию чтения записи, у нас fpos меняется. В принципе, у нас есть системные вызовы, которые нам позволяют, вот такая достаточно большая подборка разных системных вызовов readv, preadv, pwrite, pread, которые позволяют непосредственно в системном вызове задавать смещение относительно начала файла. То есть у нас есть базовый read, у которого смещение, текущее смещение подразумевается, и оно реально хранится в той структуре, где я показал. Но, с другой стороны, у нас есть системные вызовы а-ля pread, аналогичные, которые нам позволяют каждый раз передавать смещение сами. Соответственно, вот как я сказал, у нас есть механизм подсчета ссылок. Поле fcount при первом открытии установится значение единицы, потом увеличивается на единицу при выполнении системного вызова семейства dApp или при форке. Но здесь у нас есть тип Atomic. Об этом мы с вами будем говорить подробнее тогда, когда будем рассматривать модель памяти в многонетивых приложениях. то есть здесь, кратко говоря, это нам гарантирует то, что увеличение на единичку или уменьшение на единичку будет работать корректно, даже если у нас одновременно несколько нитей обращается к этой перемене. При закрытии мы проверяем, что счетчик ссылок поле fcount равно нулю и только в этом случае реально закрываем файл. Подсчет ссылок это очень эффективный способ автоматического управления памятью, в частности в C++ есть класс shared.ptr класс то, что называемый умного указателя, который в МТС реализует как раз подсчет ссылок. Но счетчик ссылок он не очень пригоден в том случае, когда у нас начинаются циклические графы. Счетчик ссылок хорош, когда у нас есть, например, иерархические графы, как здесь, циклические графы, как здесь вот тоже. Ну, для циклических он, в принципе, так просто не работает. Так, соответственно, какая у нас получается из этого семантика работы с файловым дескриптором? То есть, у нас есть несколько файловых дескрипторов, которые могли быть получены результатом копирования файловых дескрипторов из одной операции open, и тогда вот эти все файловые дескрипторы, являющиеся копиями изначально оригинального файлового дескриптора, полученного из open, они будут разделять режим открытия файлов и текущую позицию файлов. То есть, ну, как видно, что у нас текущая позиция хранится на уровне struct файл, и даже если у нас при работе с одним файловым дескриптором мы ее сдвинули, естественно, она будет уже измененная при работе с любым другим файловым дескриптором, который был получен, копией из некоторого оригинального файлового дескриптора. То есть, они все будут разделять режимы открытия текущую позицию, файл, ресурсы, выделенные для работы с файлом в ядре операционной системы будут освобождаться тогда, когда счетчик ссылок становится равным нулю, но только вот единственный флаг cloexec во всех его вариациях, он уникальный для каждого файлового дескриптора, то есть он не копируется, он собственно у каждого файлового дескриптора свой. Точно и вот у нас получается такая диаграмма, вот у нас есть, допустим, несколько процессов, есть массив файловых дескрипторов в каждом из этих процессов, ну, допустим, родитель, сын или просто два процесса. Они могут по какой-то сложной схеме разделять либо создавать свои уникальные структуры файл, struct file. Собственно, вот это тоже находится в памяти ядра, но это уникально для каждого процесса. Вот все вот эти структуры, которые у нас находятся здесь, они уже будут общие для всех процессов. Соответственно, struct file у нас будет содержать какой-то там виртуальную таблицу, таблицу виртуальных методов VFS, в которой мы можем работать. Они могут разделять структуру struct file, могут содержать уникальные указатели на свою структуру struct file, ну, и точно так же, как мы ссылаемся на struct file. Struct file в конечном своем итоге в случае регулярных файлов, расположенных на файловой системе, будет ссылаться на копию индексного дескриптора iNode, которая у нас хранится в памяти ядра. То есть я вот в прошлый раз говорил об структуре iNode, индексном дескрипторе, который хранит всю необходимую метаинформацию, касающуюся атрибутов и размещения файлов в файловой системе на диске. Но кроме того, когда ядро монтирует файловую систему и начинает работать с файлами на этой файловой системе, ядро загружает соответствующие индексные дескрипторы себе в свое адресное пространство ядра, превращается в какую-то структуру, условно говоря, называющуюся в iNode, и которая, соответственно, помимо информации об iNode, содержит какую-то дополнительную информацию, относившуюся тоже уже к работе с этим файлом. Что настолько же важно, у нас разные struct файл могут указывать, вот как здесь, вот как на этом рисунке, на один и тот же индексный дескриптор в памяти. Как это может произойти? Ну, например, мы два раза, даже в нашей одной программе, два раза открыли один и тот же файл. Каждое открытие файла с помощью системного вызова open создает свой struct файл, но поскольку файл открывается один и тот же, эти оба struct файла будут ссылаться на одну и ту же копию индексного дескриптора в памяти. И точно так же, как вот у нас в индексном дескрипторе в struct iNode есть поле nref, то есть счетчик ссылок, это поле счетчик ссылок точно так же учитывается и при размещении индексного дескриптора в память. То есть точно так же уменьшает счетчик ссылок здесь. В итоге мы получаем конструкцию, что вот этот счетчик ссылок реально у файлов файловой системы зависит не только от того, сколько на него hardlinkов, которые мы можем уменьшать с помощью системного вызова 안 요즘, но и также зависит от того, сколько раз его открывали. Каждая независимая операция открытия увеличивает счетчик ссылок на единицу. И тогда получается, что даже если мы сделали unlink для всех имен этого файла в файловой системе, но этот файл у нас был как-то открыт с помощью open, этот файл продолжен существовать. И реально блоки данных и индексный дескриптор файла освобождаются только тогда, когда закрывается последний файловый дескриптор, который работал с этим файлом, то есть когда в итоге счетчик ссылок здесь равен нулю и здесь равен нулю, только в этом случае у нас будут освобождаться все блоки данных и, собственно, самый индексный дескриптор для файла. Поэтому у нас могут существовать безымянные файлы, которые нигде, никакой точки привязки, никакого имени в файловой системе не имеют, однако они существуют, занимают блоки данных и с ними можно работать. Процесс может с ними работать, может о них писать, может о них читать, может создавать новые процессы, передавая им вот этот самый файловый дескриптор и новые процессы могут с ним работать. То есть файл будет существовать на диске, ну, по крайней мере, пока не будет, не завершится, пока не закроется последний файловый дескриптор, так иначе с ним связанный. Это такая вот семантика, Unix-овая, как это сказать, там, close behind, что ли, вот как-то условно говоря. То есть реально файл освобождается тогда, когда закрывается последний файловый дескриптор с ним связанный. На других операционных системах может быть сделано по-другому, но, например, в Windows по умолчанию, в общем-то, вы не можете файл удалить, пока с ним кто-то работает. То есть вот делаются такие блокировки. В Unix-овая, таких блокировок нет, учет ресурсов делается чуть-чуть, так, как я только что рассказал. Теперь то, что касается блокировок. У нас файл, файловая система является некоторым, как мы скажем, разделяемым ресурсом. То есть у нас много процессов, работающих параллельно друг с другом, теоретически могут работать с одним и тем же файлом. Могут его открывать, могут считывать результаты, и нам нужно реализовать какую-то разумную стратегию и направить одновременно работы с режимом одного и того же файла. Ну, не говоря о том, что нам нужно как-то реализовать одновременно работу, в целом, одновременно работу с файловой системой. Там Rename, Unlink. Как это делается на уровне сканирования, собственно, содержимого каталога? Я рассказывал в прошлый раз, какие нам гарантии дают ядро операционной системы. А что касается работы с контентом файла, здесь нам ядро никаких особых гарантий целостности не дает. Это в том смысле, что, естественно, внутри себя, внутри каждого системного вызова ядро работает со всеми своими внутренними структурами данных корректно. То есть поддерживает целостность структур данных, то есть struct file, массивы файловых дескрипторов, iNode в памяти, везде, где нужно, естественно, исполняются блокировки на случай одновременного доступа из нескольких нитей. Но не более того. В принципе, операции с одним и тем же файлом, открытым, как бы мы его ни открывали, получали ли мы копию одного и того же файлового дескриптора, либо независимо его открывали несколько раз, разрешены без ограничений. Процессы могут параллельно записывать, параллельно считывать. Это будет как-то сериализовываться внутри ядра, то есть сами внутренние структуры ядра будут поддерживаться в целостном состоянии, но за контент, за целостность контента ядра гарантии не несет. Поэтому в случае, если несколько процессов работают параллельно, это уже задача самих процессов, как-то согласовать свое поведение, чтобы не допустить нарушения целостности контента. Ну, собственно, как я говорил, ядру, в общем, все равно, какие данные хранятся в файле. Есть несколько вариантов, как можно одновременно работать с файлами. Самый простой вариант, который мы рассматривали, это флаг OAPEND, который гарантирует запись в конец файла, независимо от того, сколько процессов на время будет пытаться записывать. Кроме того, есть разнообразные рекомендательные или обязательные блокировки файлов. Собственно, вот как я и сказал, в общем-то, стандарты POSIX, то есть POSIX-ориентированная операционная система, каких-то прямо таких гарантий на корректность работы с контентом файла в случае, когда у нас идет параллельная работа из нескольких процессов, вам, в общем-то, не дают. Ну вот, как я сказал, есть некоторые разумные предположения, что у нас происходит при работе с файлами. И вот обычно мы можем ожидать, что манипуляции с небольшим объемом данных, ну то есть, условно говоря, 1 килобайт, ну и обычно 4 килобайта, то есть размер страницы, про них мы можем ожидать их атомарность. Про работу с большим объемом данных никаких разумных предположений об атомарности, наверное, предполагать не приходится. В общем, вопрос с атомарностью отдельных операций чтения записи, относящихся к регулярным файлам на файловой системе, он очень тонкий. Никакого целостного ответа нет. Для того, чтобы обеспечить корректную работу с контентом регулярного файла, в случае, когда мы его записываем или считываем в детских процессах. Ну, собственно, вот, в принципе, какие-то, ну, здесь вот у нас понятно, что какая-то атомарность все-таки, размер данных записанных небольшой. Но, как я сказал, рекомендуется, если параллельно с ними работать, реализовывать какие-то либо... рекомендательные, либо обязательные блокировки файлов. Что такое рекомендательная блокировка? Рекомендательная блокировка, ну, advisory, соответственно, процесс... То есть процессу предоставляется весь необходимый интерфейс, необходимые системные вызовы, fcintel, с помощью которых процесс может проверять наличие блокировки, устанавливать блокировку, там, сбрасывать блокировку и так далее. Но рекомендательность здесь означает, что если процесс этого не делает, то его никто не остановит. То есть процесс может проигнорировать, допустим, то, что файл рекомендательно заблокирован другим процессом, он просто в нем записать. Это все будет полностью на совести, соответственно, вот этот процесс, который обходит рекомендательную блокировку. То есть получается, что в случае рекомендательной блокировки процессы должны сами сотрудничать, добровольно использовать вот этот набор системных вызовов, flog, или lukf, или fcintel, для организации блокировки. Другой механизм блокировки – это обязательная блокировка, mandatory, которая форсится ядром операционной системы. Для этого нужно специально набор флагов, специально подключать, собственно, файловую систему. По умолчанию она не работает, потому что, ну, по умолчанию, если каждый файл можно было бы обязательно блокировать, то это источник того, что, в общем-то, любой процесс может при неправильном использовании мы можем легко получать полный дедлог системы или какие-то аналогичные нежелательные последствия. Поэтому обязательная блокировка – это достаточно тяжелая вещь, которая специальным образом включается. Когда мы говорим о блокировках, на самом деле о всех блокировках у нас обычно есть два вида блокировки – шерит-блокировка и эксклюзивная блокировка. Они еще называются read-log и write-log в разных терминологиях. Блокировка на чтение означает то, что несколько процессов могут одновременно читать, то есть выполнять read над данным ресурсом, но ни один процесс при этом одновременно не может записывать. То есть если мы хотим запросить write-блокировку, эксклюзивную блокировку, нам нужно будет подождать, пока не освободятся все блокировки типа shared. Ну и, соответственно, если мы хотим файл записать, мы берем эксклюзивную блокировку. Эксклюзивная блокировка блокирует все операции и чтение, и другие операции записи, и этот процесс будет гарантирован единственной, которая будет выполнять манипуляции с файлом. Соответственно, если мы не можем выполнить операцию блокирования немедленно, то процесс переводится в состояние ожидания, или же там опционально мы сразу получим ошибку того, что файл заблокирован, и можем проверить. Универсальный у нас будет встречаться много раз еще. Тип блокировки read и write-блокировки, они встречаются повсеместно, это такой общий механизм. Ну и, например, системный выставец f-centel, который устанавливает, ну, advisory блокировкой, вот как здесь описано, мы можем установить тип блокирования либо read-лок, то есть shared, либо write-лок, то есть эксклюзивный либо заблокировать. Мы можем установить блокировку на определенный диапазон файлов, то есть вот это вот будет позиция, вот это вот будет точка отсчета, вот это вот будет длина. И таким образом рекомендательно заблокировать фрагмент файла или весь его. Ну, тут, соответственно, у нас есть операции, установки, блокировки, неблокирующие блокировки. А, то есть это вот операция неблокирующая, операция блокирующая, операция получения блокировки. Ну, и f-centel, естественно, нам накладывают некоторые ограничения, то у нас блокировка, она у нас на процесс, а не на файловый дескриптор и не на struct файл. А блокировка у нас работает, пока файловые дескрипторы открыты, когда мы любой файловый дескриптор, связанный файловый дескриптор, у нас отдельный механизм, который у нас есть отдельный механизм, один массив открытых файловых дескрипторов, отдельно struct файл и отдельно уже и ноды в памяти. Блокировки идут по отдельным структурам данных в ядре, не связанными ни с файловыми дескрипторами, ни с файлами, ни с i-нодами. Ну, то есть связано, конечно, но не прямо. Блокировки у нас отдельно для каждого процесса. Ну, и если мы хотим делать обязательную mandatory locking, то мы делаем, соответственно, отдельные монтирования, отдельные права доступа. То есть у нас файл должен иметь бит 2008-ничный, чтобы можно было его лочить обязательно. Специальные опции монтирования, специальные права, вот как здесь вот указано. Тогда read-write уже на уровне ядра будут блокировать или разблокировать файл уже в обязательном порядке. Ну, еще раз скажу, что mandatory locking очень опасная вещь. она может приводить к полной блокировке процессов или даже всей системы, если сделано неправильно. Следующий момент, который относится к функционированию файловых систем, это управление ресурсами файловых систем, это квотирование. Под квотированием понимается ограничение на потребление ресурсов на либо отдельный процесс, либо отдельного пользователя. Вот если мы говорим квотирование, то обычно идет ограничение ресурсов на отдельного пользователя, то есть на user-uid. В нашей модели файловой системы у нас есть два основных ресурса файловой системы, это индекс-дискутеры и блоки данных. И поэтому мы можем отдельно сделать, собственно, индекс-дискутеры и блоки данных. И каждому пользователю будет значаться максимальное количество файлов, которые он может создать в каждой конкретной файловой системе, или максимальное количество блоков данных, которые он может занять в каждой конкретной примонтированной файловой системе. Если эта квота превышается, то, соответственно, у нас есть, условно говоря, там есть hard-квота, то есть при попытке превышения hard-квоты мы будем получать уже ошибку ввода-вывода, то есть вы попытаетесь выполнить write, вам будет ошибка EIO, ошибка ввода-вывода возвращена. Или вы будете пытаться выполнить open при превышении количества индексных дисклипторов, в которых вы владеете, вы тоже получите ошибку EIO, превышение квоты. Либо soft-квота, которую можно превышать на некоторое время, временно, то есть как только квота превышена, включается некоторый обратный таймер, и вам нужно вернуться в свою квоту за ограниченное время, иначе вы тоже получите жесткую ошибку, нарушение квоты. Квотирование реализуется, ну, то есть по умолчанию, в общем-то, в особенности в Unix, в Linux современных квотирование не включено, ну, поскольку считается, что нет необходимости квотировать файловую систему. Но, тем не менее, это может быть важно. Например, в том же самом Android, если мы хотим ограничить потребление ресурсов каждым приложением, по сути, вот в Android каждое... Если, например, в Unix серверном, мы можем квотировать потребление пользователей PHP, либо пользователей, там, не знаю, HTTP и так далее, чтобы они не слишком-то всю файловую систему занимали, опять-таки, чтобы гарантировать работоспособность файловой системы. Как бы то ни было, при работе с файловой системой ядро все равно резервирует некоторый запас блоков только для пользователя root. То есть с какого-то момента ядро будет считать, что файловая система полностью заполнена для обычного пользователя. То есть он будет получать ошибку там, ну, ввода-вывода или файл не сможет открывать. При этом суперпользователь, пользователь root, еще сможет провести некоторые операции с файловой системой. Там, поудалять лишнее и так далее. Это сделано для того, чтобы, ну, как раз в случае, если вся файловая система полностью заполнилась, хотя бы, чтобы root мог нормально залогиниться и, по крайней мере, выполнить операции по чистке файловой системы, по освобождению ресурсов. То есть некоторый резерв для пользователя root все равно поддерживается поверх квоты и независимо от квоты. Ну, чтобы включить управление квотированием, мы, соответственно, монтируем, инициализируем файловую систему с поддержкой квот, монтируем с поддержкой квот, потом уже включим поддержку. Ну, и сейчас давайте кратко я скажу типичные файловые системы, которые у нас бывают, и некоторые особенности реализации файловых систем. Ну, собственно, что мы можем сказать про файловые системы? Они у нас могут развиваться, например, по тому, поддерживают ли файловые системы иерархии каталогов или не поддерживают, ну, иерархические или не иерархические. Ну, не иерархические сейчас почти не осталось. Это уж совсем простые файловые системы, где у нас просто один уровень иерархии файлы на файловой системе. Такое бывает редко. Ну, почему бы и нет, если там нам нужна совсем простая файловая система, чтобы загрузиться в ядру, вполне она может быть не иерархической. Отдельный момент – это журналируемые или нежурналируемые файловые системы, где все более-менее современные файловые системы журналируемы. Журналируемость означает, что все основные операции с файловой системой, в простом варианте все основные операции с метаданными файловой системы, то есть с каталогами, с метаинформацией о файле, они, помимо того, что выполняются на самой файловой системе, они еще спишутся в специальный журнал. Задача этого журнала – обеспечить восстановление файловой системы в случае аппаратного или программного сбоя. Журнал ведется под специальным протоколом, то есть мы там, собственно, выполняем, сначала пишем журнал намерен выполнить операцию, потом выполняем операцию, пишем журнал, или программный, или аппаратный сбой, как, собственно, в файле журнала, так и в самой файловой системе, в метаинформации или в блоках данных распознается и достаточно легко исправляется. То есть нам не нужно перепроверять всю файловую систему, там как-то по кусочкам собирать блоки данных, каталоги извлекать из файловой системы. Мы можем это все очень быстро сделать по журналу, ну, то есть по совокупности состояния журнала и состояния файловой системы. Все современные файловые системы журналируемые. Некоторые, ну, скажем так, файловые системы предыдущего поколения, они не журналируемые, то есть в них модификация идет сразу же только блоков метаинформации или блоков данных, и никакой записи о том, какая операция завершилась, какая нет, не хранится. И поэтому в случае аппаратного или программного сбоя у нас могут возникнуть проблемы с восстановлением целостности. Ну, тут как бы на это есть неформально, условно говоря, разный опыт. Я по своему опыту использования файловой системы X2, которая нежурналируемая, никогда не попадал в ситуацию, когда после, допустим, там, холодного рестарта ядра либо после kernel паника состояние файловой системы безвраздатно терялось. Ну, да, там какое-то время происходит чек файловой системы, операционная система грузится долго, но тем не менее все в итоге восстанавливается. То есть вот такой вот потери данных даже на нежурналируемой файловой системе, на моей памяти, по крайней мере, лично у меня не было ни одного. Ну и наоборот, на самом деле, вполне могут быть случаи, когда что-то пошло не так с журналируемой файловой системой. Потому что нежурналируемая файловая система – это не обязательно плохо. Кроме того, говоря о разных файловых системах, мы можем говорить, что вообще говоря, те устройства, на которых эта файловая система будет различаться, они все имеют свои особенности. Например, такие раньше были устройства, как DVD-RV-устройства, либо CD-RV-устройства, на которых располагается ISO 19660-файловая система. Она имеет свои особенности, связанные с тем, что, условно говоря, вот эти CD или DVD можно только дозаписывать. И каждый раз, когда мы дозаписываем какую-то порцию данных на CD или DVD, мы можем, условно говоря, переписать какую-то информацию. То есть на дозаписываемом фрагменте мы переписываем информацию с того фрагмента, который был раньше. Модифицировать, естественно, CD или DVD не могут модифицировать существующие блоки вот этого устройства. Это, например, особенность CD или DVD дисков. С другой стороны, особенность флеш-дисков в том, что какие бы у нас совершенные вот эти вот схемы флеш-памяти не были, они все равно склонны к выгоранию, и у них какое-то конечное количество циклов чтения записи на каждый блок. Драйвер CD или драйвер диска, естественно, пытается это компенсировать, пытаясь равномерно раскидывать выгорание блоков данных по файловой системе, точнее, по флеш-устройству. Но все равно он может с этим не справляться, и желательно, чтобы файловая система помогала драйверу флеш-устройству диска в том, что это другая особенность файловой системы. Третья особенность файловой системы, например, файловые системы у нас могут быть ориентированы на снэпшоты. Например, то, что у нас, условно говоря, даже на блоках данных у нас могут храниться поколения файлов. Версионирование может быть реализовано на уровне файловой системы. Может, да, может, нет. Большинство файловых систем этого не поддерживают, потому что это сложно. Но некоторые файлы системы, типа ZFS, это поддерживают. Самый тонкий вопрос, который решается по-разному в разных файловых системах, это то, как мы определяем, в каких блоках данных будет храниться содержимое нашего файла. То есть, если мы рассмотрим модель памяти, модель файловой системы Unix, где у нас есть отдельно массив индексных дескрипторов и отдельно массив блоков данных, даже вот в этой модели нам нужно понимать, вот как мы будем хранить информацию, какие блоки данных занимает какой файл. И вот это самый важный вопрос, на самом деле, в организации файловых систем. То есть, ну, там более-менее понятно, что да, там у нас будут каталоги, в каталоге будет храниться информация о вебинарах. Вот самый интересный вопрос в организации файловой системы, как мы будем хранить информацию о том, как размещаться файл на блоках данных. Разные файловые системы подходят к этому по-разному. Ну, например, вот если мы рассмотрим самую простейшую файловую систему, была такая операционная система, которая была очень простая, максимально простая. В ней не было никакой иерархии файлов и каталогов, в ней просто была одна иерархия, просто один уровень сложности на диске. И файлы в этой файловой системе хранились в непрерывных областях данных диска. То есть, чтобы хранить файл, нам нужно было просто для него знать это номер блока, на котором он начинается, и его размер в блоках. Ну, так вот мы, соответственно, у нас был массив блоков нашей файловой системы, и мы в нем просто последовательно размещали содержимое файлов. Тогда вот у нас был один каталог, получается, на всю файловую систему, в нем хранилась информация об имени, о начальном блоке и о размере файла. Этого вполне было достаточно, чтобы полностью поддерживать нашу файловую систему. Естественно, что это очень простая, но очень такая ограниченная файловая система. И помимо того, что в ней нет каталогов, в ней еще хранение файлов сделано так просто, что, ну, понятно, что по мере эксплуатации этой файловой системы, допустим, мы удалили большой файл, на место большого файла встал файл поменьше, у нас постепенно будут развиваться фрагментации диска. То есть в блоке данных с данными файлами постепенно все больше и больше системы будут перебежаться пустыми блоками. Постепенно в процентном отношении будет заниматься все больше и больше процент места на диске. Однако мы их не сможем использовать, ну, поскольку они все разбиты, ну, поскольку они всех фрагментированы. Даже если на диске будет соответствующее место, то мы не сможем разместить в нем большой файл, просто потому что для каждого файла нужна посредственная область свободных блоков, а мы ее никак не можем выделить. Вот это вот размещение, такая, что у нас постепенно нарастает фрагментация по мере эксплуатации этой файловой системы, она очень похожа, например, на организацию динамической памяти. То есть мы вот и в C, и в C++ у нас есть куча, и по мере нашей работы с динамической памятью постепенно будет нарастать фрагментация кучи. Ну, в том смысле, что вот мы сделали фри от некоторого блока, потом на то же самое место лег блок меньшего размера, у нас остался неиспользуемый хвост. И так вот постепенно молоками фри у нас большие блоки выделения будут перемежаться, меньшими блоками выделения будут перемежаться свободными областями, и процент неиспользуемой памяти у нас постепенно будет расти. Для файловой системы эта задача как-то решается проще, мы всегда можем запустить программку, которая будет, сожмет файловую систему, то есть перенесет все файлы в начало динамической памяти, и мы не можем просто так, не зная, какие у нас указатели есть в нее, мы не можем просто так перемещать блоки в нашей динамической памяти. Это самая простая файловая система. Размещение файлов в ней, я как сказал, просто произведены в последовательные блоки. Файловая система FAT, которая жива даже до настоящего момента времени, в виде FAT32, либо exFAT на флешках, она эксплуатирует другой подход к таблице размещения файлов. Собственно, она и называется FAT, File Allocation Table, именно от этого приема, реализованного для размещения файлов. Это уже иерархическая файловая система, то есть там у нас бывают каталоги и подкаталоги, но там у оригинального FAT имена были 8 плюс 3 имя файлов, современные все FAT поддерживают именно 256 байт, уже разное расширение. Но так или иначе, все вариации FAT имеют один общий подход, связанный с аллокацией блоков данных с помощью таблицы размещения файлов. Таблица размещения файлов – это вот у нас некоторый массив, в который, ну, по сути, организован в организме список. Каждый элемент массива задерживает номер следующего блока, задерживает данный файл. Он ссылается, у него начало этого файла – это шестой блок диска. Мы смотрим таблицу FAT, находим в нем шестой блок, и видим, что шестой блок ссылается на пятый блок. Соответственно, вторым блоком нашего файла будет пятый блок. Третьим блоком нашего файла будет второй, восьмой блок. Четвертым блоком нашего файла будет второй блок. На втором блоке наш файл заканчивается. То есть у нас получается такая цепочка аллокаций блоков данных для каждого конкретного файла. По сути, в записи в каталоге нам нужно хранить одно число – это номер первого блока. Дальше мы уже, прослеживая эту цепочку, пройдем по контенту нашего файла, по блокам нашего файла до конца. Для другого файла, например, он ссылается… Ну, здесь шестнадцатичная запись, он ссылается на блок B, и он ссылается на последний блок. То есть здесь вот этот вот файл 2.tst содержит… Точнее, там два блока 9 и блок B. Ну, у нас зарезервированы два номера. Номер F – это последний блок, последний кластер нашего файла. И номер E – это просто зарезервированный кластер, ошибочный, который мы не используем, который так иначе зарезервированный для всех локаций. Вот простая схема, как мы можем с помощью массива номеров блоков реализовать вот такую вот схему отслеживания, размещения контента файла по диску. Она хороша тем, что она очень проста, но у нее есть массовая недостатка. Во-первых, если мы потеряем такую таблицу FAT, то, скорее всего, мы просто потеряем все содержимое нашего диска. Если FAT погибло, что-то восстановить мы вряд ли уже сможем. И поэтому для надежности вот эти вот файлы системы FAT содержат две копии, собственно, FAT, которые модифицируются параллельно. Чтобы это все можно было работать, чтобы с файлами можно было работать эффективно, нужно всю таблицу FAT полностью держать в памяти. То есть мы должны достаточно много информации о файловой системе загрузить в память, чтобы просто эффективно пройтись по содержимому файла от начала до конца. Ну и кроме того, здесь у нас нет проблемы вот этой вот постепенной фрагментации, которая у нас была в предыдущей файловой системе, когда у нас появляются пустые блоки, которые мы не можем использовать для хранения больших файлов. Здесь у нас этой проблемы нет. Мы всегда, если у нас есть свободное место, мы всегда можем это свободное место добавить туда файл. Однако у нас могут возникать вот такие вот цепочки, такие вот прыгающие цепочки, вот как в этом примере. Тоже этот файл считается фрагментирован в том смысле, что он как-то очень плохо разбросан по диску. Для SSD-дисков это не очень важно, поскольку время доступа к каждому блоку SSD-диск у нас константный и не зависит от того, какой предыдущий блок мы считывали. Но для обычных дисков, которые вращающиеся, которые делятся на дорожки, на сектора, это очень важно, поскольку время доступа к блоку у таких вот традиционных дисков очень сильно зависит от того, какой последний блок мы считаем. Соответственно, фрагментация, она очень плохо, и это не зависит от того, чтобы последовательно прочитать блоки этого файла. Это плохо. Ну, проблема фрагментации решается специальными утилитами дефрагментации, которые как-то там переносят все файлы, организуя их так, чтобы блоки данных шли последовательно. Ну, а проблема эффективности, она, в общем, не особо решаема. Кроме того, у FAT есть такой недостаток, что, как вы видите, что очень большая нагрузка приходится на таблицу размещения файлов. Что касается флешки, это тоже означает, что те блоки, флешки, в которых размещается FAT, они будут выгорать очень быстро. Каждая манипуляция с файлом требует модификации FAT, требует, соответственно, модификации блока флешки, что каждый раз уменьшает его время шести. Ну, как я сказал, конечно же, драйверы SSD-дисков пытаются это все компенсировать, пытаются правильно распределить выгорание диска более-менее равномерно по всему диску, но все равно желательно, чтобы файловая система помогала в этом, а не мешала. FAT этому активно мешает. Вот Unix, традиционная файловая система Unix, которая так или иначе, по крайней мере, концептуально живет сейчас во всех файловых системах, используемых по секс-ориентированных операционных системах, это и HFS-эпловский, это и всякие XFS-эпловские, X4-эпловские, ZFS. У нас есть, соответственно, некоторый код изначального загрузчика, где программный код, который грузит операционную систему, нас не особо интересует. У нас есть суперблок, который содержит метаинформацию о файловой системе. Суперблок, поскольку это критически важный элемент нашей файловой системы, обычно дублируется в несколько копий, мы храним по нашей файловой системе для надежности. У нас есть область индексных дескрипторов и область данных. Соответственно, в суперблоке как-то поддерживается список свободных блоков. Список свободных блоков начинается в суперблоке и раскидан дальше по блокам данных. То есть мы храним список свободных блоков, чтобы мы могли быстро взять и добавить, взять какой-то блок данных, неиспользуемый, чтобы его использовать в качестве контента файла. И вот индексный дескриптор в традиционной System5 файловой системе имеет размер 64 байта. Ну, конечно, в качестве файловой системы. А тут еще чуть-чуть ссылка. Здесь размер 4 байта, то есть 2 гигабайта максимальный размер файла. Массив адресов блоков данных, имеющий размер 39 байтов. Сейчас скажу, почему такая странная цифра. Какое-то поколение. И вот этих 3 таймстэмпа для доступа. Исторически получается, да, это вот 70-е годы. Диски не были еще такими большими, как сейчас. Поэтому под массив адресовок блоков данных отводится 39 байт. Как они используются? Вот эти 39 байт в индексном дескрипторе, на самом деле, это массив из 13 трехбайтовых элементов. То есть под каждый номер блока на устройстве отводится 3 байта. То есть мы таким образом можем номеровать устройство, состоящее не больше, чем из 2-24, то есть 16 миллионов блоков. Ну, тогда это оказалось достаточно. И массив адресовок блоков устроен следующим образом. Первые 10 элементов этого массива, начиная с 0 по индекс 9, это просто номера блоков в нашей файловой системе, в которой хранятся блоки данных. То есть если размер одного блока 512 байт, то есть если размер всего файла не превышает 512 на 10, то есть 5 килобайт, то вся информация о размещении файлов на диск... Если размер файла становится больше, чем 5 килобайт, он перестает помещаться в 10 блоков нашей файловой системы, включается первый блок косвенности. Блок косвенности – это обычный блок данных того же самого размера 512 байт, который уже в свою очередь представляет собой массив номеров блоков. То есть в нем посредственно хранятся уже номера блоков данных. Получается, что в первом блоке косвенности мы можем хранить, здесь у нас 3 байта на один номер блока, получается 512 на 3, соответственно, такое количество блоков. Если размер файла превышает то количество блоков, которые мы можем обращаться с помощью одного уровня косвенности, добавляется второй уровень косвенности. То есть у нас появляется второй блок косвенности, который ссылается на первые блоки косвенности, которые уже ссылаются на реальные блоки данных. И если вот этого недостаточно, у нас появляется третий блок косвенности, который уже третий уровень нашей иерархии. Раз, два, три, и только после этого у нас будут блоки данных. Чем хороша такая схема? Она эффективна для маленьких файлов, ну а мы предполагаем достаточно разумно, что маленьких файлов у нас большинство. Она, ну понятно, что чем больше файл, тем меньше, тем менее она будет эффективна, но все равно она достаточно разумно, эффективна. Даже для больших файлов у нас можно просто нестыщать файл по требованиям, и достаточно эффективно. Почему такие статисты здесь выбраны? Это вот хорошо объясняется, опять-таки, исторически. Если мы предположим, что размер блока равен 512 байт, один номер блока – это 3 байта, в косвенном блоке у нас будет помещаться 170 номеров блоков, 512 на 3. Поэтому у нас будет так вот. Для первого блока косвенности мы адресуем 170 блоков, для второго блока косвенности мы адресуем 170 в квадрате блоков, для третьего блока косвенности мы адресуем 170 в кубе блоков. И таким образом, если мы все это сложим, максимальный размер файла, который мы можем поддерживать в нашей файловой системе, будет равен примерно 2,5 гигабайта. И это как раз 2 гигабайта, которые у нас изначально в Unix было ограничено на размер файла. То есть, обоснование этой системы хранения файлов в том, что эта система хранения файлов позволяет нам организовывать хранение любых файлов размера до 2 гигабайтов. Такая вот система эффективна для маленьких файлов и разумно эффективна для файлов больших, которые не очень подвержены фрагментации. Ну, конечно, подвержены, но в меньшей мере. Вот эта вот система с прямой адресацией блоков с единичными, двойными и тройными блоками косвенностями, она сохранилась во всех файловых системах наследников Unix. Она есть в X2, X3, X4, VFS. Файлов из мира файла, который здесь приведен, он справедлив только для System5 из того, что один номер блок – это 3 байта. Для современных X2, X3, X4 он будет какой-то другой. И, естественно, там у нас будут три следовубитные номера блоков, три следовубитные номера косвенности. Ну, мы, естественно, можем адресовать памяти больше. И вот System5FS каталоги хранила в очень простой форме просто массива записей. Каждая запись в каталоге занимала 16 байт. Из них номер индексного дискритора занимала 2 байта, и номер файла занимала 14 байта. Это очень хорошая файловая система была для своего времени. Она позволяла эффективно хранить достаточно большие данные. И дальнейшее развитие, недостатки понятны, у нас все-таки блоки маловаты. Блоки иногда разбросаны, индексные дискриторы не очень оптимально размещаются. Но, тем не менее, это общая схема, очень хорошая. И в дальнейшем она развивалась в файловых системах, например, в файловой системе X2. Файловая система X2 очень похожа на файловую систему BSD. FFS она называется в BSD. И исходит из тех же самых концепций. Собственно, весь диск делится на группы блоков. И в каждой группе блоков есть свой суперблок. Есть карта свободных блоков, есть карта свободных индексных дискриторов, есть массив индексных дискриторов, есть блоки данных. Эти все группы блоков, они не независимые. Они все-таки в совокупности образуют всю цельную файловую систему. Однако X2 старается размещать контент с режима файлов примерно в одной группе блоков. Что минимизирует в случае, если мы используем стандартные жесткие диски, что минимизирует перемещение, минимизирует дистанцию между индексными дискриторами и блоками данных, минимизирует физическое перемещение головки. Конечно же, не всегда это возможно, но, по крайней мере, здесь старается. Много копий суперблока. Карта свободных блоков раскидана, и это тоже еще положительно влияет на надежность файловой системы. То есть тогда, когда у нас есть индексные дискриторы, разбросанные по диску, то понятно, что у нас потеря даже какого-то одного массива индексных дискриторов в принципе не приведет к полной потере содержимого диска. Мы можем достаточно много извлечь из других групп блоков. Соответственно, X2 развил идею файловой системы System5FS тем, что в индексном дискриторе теперь хранится 12 прямых ссылок, а не 10. Используются те же самые индиректы первого, второго и третьего уровня космоса, но каждый теперь по 32 бита. Кроме того, если контент, то есть если контент, то есть если контент, то есть если контент, то есть если контент, то мы используем блоки данных, что тоже очень хорошо влияет на производительность. Ну и свободно для хранения свободных блоков используем битвы и множество. То есть это, по сути, развитие идей тех, которых мы имеем в System5FS. Тем не менее, X2 это не журналируемая файловая система. В X2FS содержимое каталогов просто массив не отсортированных записей, то есть чтобы там найти файл, нам нужно последовательно просмотреть все записи каталога, но в остальном такие особенности. Так, про журналирование я уже сказал. Вот файловая система X3 совместима с X2, добавлено журналирование. И уже файловая система X3, она более современная в этом смысле, что каталоги уже хранятся в виде бинарного дерева. То есть то, как я рассказывал, когда мы с вами рассматривали обход каталогов, у нас не просто линейный массив записей номера индексного дескриптора и имени файла, а уже дерево, которое автоматически перебалансируется при работе с каталогом, там удаление файлов, добавление файлов, модификации и так далее. Максимальный размер файлов увеличивается до 2 терабайт, но все равно уже по нынешним верхам это так. Размер файловой системы увеличен, размер одного файла увеличен на 16 терабайт. По возможности вместо вот этого вот карта блоков, да, используются блоки косвенности, прямые блоки, первые блоки, второго, третьего уровня косвенности используются, но дополнительно используется, может использоваться такой вот массив экстендов, до 4 экстендов, которые заменяют собой вот эти блоки косвенности, которые, ну, файлы в них хранятся последовательно. То есть, если при аллокации места под файл мы можем выделить экстенды, то контент файла будет размещаться в экстендах, а не вот в этих вот традиционных блоках косвенности, что хорошо для больших файлов, большие файлы будут лежать в последовательных блоках, что облегчает их стриминг или там какую-то другую последовательную обработку. Ну, и в X4 расширено понятие таймстемпа, уже 34 бита на секундную часть времени, и время с точностью до наносекунд. То есть, у нас не просто секунды, а еще наносекунды во всех таймстемпах и 34 бита на время. То есть, проблема 2038 года в X4 решена. Ну, я не буду сейчас уже говорить о всяких разных модификациях, там всяких в X4, там что еще бывает, и в X4, 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 и в X4. И в X4, и в X4, и в X4, и в X4, и в X4. И в X4, и в X4. Ну, в общем, дальнейшее развитие вот этих всех идей. Принципиально для Unix файловых систем, еще раз повторю, характерна вот такая вот адресация блоков данных. Сначала какое-то количество блоков адресуется напрямую, потом с помощью первого уровня косвенности, потом с помощью двух уровней косвенности, потом с помощью трех уровней косвенности. Мы можем каждый раз больше и больше блоков данных адресовать. Ну, и плюс разделение пространства на область индексов и область данных, вот это все в совокупности характеризует формат хранения вот POSIX-ориентированных файловых систем. Это такая вот фича, которая традиционно у нас как появилась в Unix, так и до сих пор в этих всех файловых системах, по сути, и используется. Есть ли у вас вопросы по тому, что я сейчас рассказал, по файловым системам? Так, а вот эти вот Extents, они нам снова проблему фрагментирования не создают? Ну, они же отдельные. У нас мы их используем тогда, когда у нас есть большой такой вот большой фрагмент, который идет подряд. Ну, мы можем в любой момент перейти к традиционной схеме. То есть такая вот, скажем так, гибридная схема здесь используется. В любом случае, у нас блоки-то, каждый блок адресуется индивидуально, и мы с вами движение, что мы можем спалить, а наши блоки-то все мы не будем делать в случае в процессе. Еще вопросы? То есть самая неприятная система для рандом аксесса была эта FAT. Да, FAT – самый неудачный для рандом аксесс доступа, а FAT – это самая неудачная файловая система. Но она вообще, в принципе, не очень удачная. Она-то хороша, но она ничем не хороша, кроме того, что-то де-факто стандарты для флешек. Давайте мы сейчас сделаем еще… Сколько у нас там времени осталось? Давайте мы сделаем перерыв до 11.50, и там я тогда начну уже новую тему. Я перехожу к следующей теме. Это тема управления памятью. Оперативной, виртуальной, физической. Почему после файловых систем? Потому что во всех современных операционных системах управление памятью и управление блоками данных файловых систем обычно связывается с общей, очень близкой друг к другу. Например, как я говорил уже, в ядре Linux кэш-блоков данных файловой системы и кэш-страниц виртуальной оперативной памяти на самом деле образует единый unified буферный страничный кэш. То есть это все, по сути, один механизм управления. Пока мы к этому подойдем, я начну с каких-то общих таких вещей, для чего это все нужно. Я сказал, что если мы хотим реализовывать мультипроцессную обработку, если мы хотим одновременно запускать несколько программ в виде нескольких процессов, которые будут работать параллельно и, возможно, будут как-то взаимодействовать, нам необходимо организовать защиту памяти. То есть один исполняющийся процесс не должен иметь, ну или, по крайней мере, должен иметь контролируемый доступ к памяти других процессов, выполняющихся, и ядра самой операционной системы. В случае бесконтрольного доступа ни о какой целостности вообще говоря, там все и ядра, и других процессов ни о какой целостности говорить не приходится. И нам нужно вот этот механизм обеспечить защитой памяти. И, по сути, нам нужно поместить каждый исполняющийся процесс в свою роду песочницу. Таким образом, что процесс будет исполняться в каком-то своем адресном пространстве, которое может быть связано с физическим адресным пространством простым образом, а может быть не связано с физическим адресным пространством простым образом. Вот это вот отображение виртуального адресного пространства каждого процесса на нашу физическую оперативную память уже должно реализовываться там совместно ядром операционной системы и аппаратурой процессора. Соответственно, те адреса, с которыми мы работаем в нашей программе, их часто называют, по-разному называют, мы их будем называть виртуальные адреса. Они не обязаны как-либо совпадать с теми адресами, которые у нас будут в физической оперативной памяти. То есть те адреса, которые процессор выдает на ширину адреса при обращении к оперативной памяти, могут быть совсем другими, отличаться от тех адресов, с которыми у нас манипулирует каждый процесс. Вот те адреса, которые у нас внутри каждого процесса, как я сказал, мы их будем называть виртуальными адресами, а все адресное пространство процессов целиком будет называться виртуальное адресное пространство. А в противоположность к виртуальному адресному пространству у нас есть физическое адресное пространство, и физические адреса – это уже непосредственно адреса ячейки памяти. И, как я говорил там чуть раньше, в принципе, на то же адресное пространство физических адресов у нас могут быть отображены разные буфера устройств разных водо-вывода, всякие регистры устройств водо-вывода. То есть физическое адресное пространство, физические адреса оперативной памяти плюс адреса устройства у нас могут иметь достаточно сложную структуру. Физическая память может иметь дыры, физическая память может иметь вставки, например, из ПЗУ, физическая память может иметь вставки из буферов внешних устройств и так далее. И вот этот механизм отображения виртуальных адресов физически, он и программный, и аппаратный. Естественно, что там самая быстрая часть должна быть сделана аппаратно на уровне процессора, но управляться этот механизм должен программно. То есть, по сути, у нас тогда будет программно-аппаратный механизм отображения, трансляции виртуальных адресов физически. Вот мы его будем называть виртуальной адресацией, виртуальная память. На аппаратную часть, на то, что непосредственно в процессоре, и очень быстро, должно максимально быстро работать, чтобы у нас обращения к памяти все-таки были максимально быстрые, на аппаратную часть возлагается отображение виртуальных адресов физически в прогретой ситуации, скажем так, в обычной ситуации, когда все уже загружено в физическую память, все корректно настроено, и просто процесс исполняет свою программу уже в такой вот прогретой ситуации, скажем так. Тогда эта аппаратная часть должна работать максимально быстро. Для каждого виртуального адреса, который поступает на вход этому отображению, должен очень быстро выдаваться физический адрес. Дальше уже этот посчитанный физический адрес уже уходит в блок кэша. То есть кэширование идет после механизма виртуальных адресов. Кэширование, по сути, уже работает на физических адресах, как правило. И поэтому, ну понятно, что если у нас механизм отображения виртуальных адресов физически будет тормозить, то у нас и кэш будет тоже, даже L1 кэш будет очень сильно тормозить. Нам не нужно, нам нужно, чтобы этот механизм трансляции адресов был максимально эффективен. За ним идет кэш. То есть то, что обычная память медленная, да, это да. Ну там понятно, что механизм трансляции виртуальных адресов будет все-таки быстрее, чем обычная оперативная память. Но он еще должен быть настолько быстрым, что он должен быть быстрее, чем кэш. Это аппаратная часть. И программная часть – это настройка этого механизма для каждого конкретного процесса. Это обработка исключительных ситуаций, которые возникают при работе этого механизма и так далее. Ну то есть, условно говоря, ядро операционной системы настраивает отображение, настраивает процессор, запускает, собственно, процесс, запускает программу с настроенным отображением и время от времени ловит какие-то там исключительные ситуации, возникающие при работе уже процесса, и как-то их там самообрабатывает. В основном, естественно, что все… В основном механизм вот этой вот виртуальной адресации, конечно же, работает только через аппаратную часть. Максимально быстро. Есть много механизмов реализации виртуальной памяти, виртуальной адресации. Ну, можно просто в качестве такой вот справочной информации несколько из них рассмотреть. Самый простой механизм – это база плюс смещение. То есть, у нас есть физическая адресация, и мы для каждого процесса выделяем непрерывный набор блоков физической памяти, начинающийся с адреса база, ограничиваем размер. У нас будет, собственно, регистр базы B и регистр размера. Соответственно, если у нас есть виртуальный адрес, то виртуальный адрес будет пересчитываться физически по очень простой форме. Если виртуальный адрес… В отношении файловой системы RT11 – это фрагментация. То есть, по мере работы ядра операционной системы память будет все больше и больше фрагментироваться, и, собственно, рано или поздно у нас возникнет ситуация, когда мы не сможем разместить новый процесс, просто потому что у нас уже все… Есть маленькие дыры, но большого сплошного пространства нет. Ну, нужно, конечно, дефрагментировать. Мы это можем делать в модели базы плюс смещение, но это требует времени. Поэтому такая очень простая модель, она, в общем, никогда уже не используется. Второй вариант, который чуть-чуть развивает модель базы плюс смещение, когда у нас на каждый процесс несколько баз и несколько смещений. То есть, когда мы каждый процесс делим на отдельные сегменты. Такой вот остаток этой сегментной модели даже остался в X86 процессорах. Там у нас есть сегментные регистры CS, SS, DS, ES, FS, GS, которые как раз, в общем-то, позволяют реализовать сегментную адресацию виртуального адресного пространства. Но в целом даже на X86 сегментная адресация не используется в современных. Ну, тоже так как выше такой исторический интерес имеет. Мы здесь, например, процесс делим на несколько сегментов. Например, сегмент кода, сегмент стека, сегмент данных. И мы можем индивидуально раздавать права. Допустим, на код мы даем право чтения и выполнения, на стек даем право чтения и запись. У каждого сегмента хранится свой базовый адрес и свой размер. То есть, у нас сегменты имеют каждый свой переменный размер, они не обязаны быть одного размера. И вот, соответственно, так вот мы организуем адресное пространство нашего процесса. Что важно, что у нас, в общем-то, сегмент, мы можем его выгружать из оперативной памяти. Если у нас возникает ситуация нехватки оперативной памяти, то мы можем какой-то сегмент у какого-то там редко исполняющегося процесса взять и выгрузить его на диск, освободить таким образом физическую оперативную память для того, чтобы мы его могли использовать другими процессами. Вот эта вот модель выгрузки сегмента целиком, подгрузки сегмента целиком, она называется своппинг. И она у нас в более совершенном виде, конечно же, у нас будет использоваться и уже в более совершенной модели, в модели страничной адресации. Модель страничной адресации отличается от модели сегментной тем, что все виртуальное адресное пространство разбивается на такие вот единицы, называемые страницами. И что важно, что все страницы имеют равный размер. Обычно это степень двойки, но что естественно. И для каждой отдельной страницы виртуального адресного пространства она независимо от других страниц отображается на какой-то физической памяти, на физическое адресное пространство. Она независимо может отображаться на любой адрес, а может не отображаться вовсе. Каждая страница виртуального адресного пространства, независимо от других страниц виртуального адресного пространства, имеет свои права доступа. И дальше каждое обращение к виртуальному адресному пространству в процессоре приводит к проверке права доступа к соответствующей странице и наличия отображения виртуальной адресной страницы в физическую. Если страница не имеет отображения, то возникает прерывание, которое называется PageVault, о котором мы с вами еще подробнее поговорим. Это очень важное прерывание для функционирования всех современных операционных систем. И это отображение страниц удобно тем, что оно совершенно произвольное. Здесь нет требования на то, что последовательные страницы виртуального адресного пространства отображаются в последовательные страницы физического адресного пространства. Они, как здесь показано на рисунке, могут быть перемешаны совершенно произвольным образом. То, как захочет, исходя из своих ресурсов, как назначат ядро операционной системы для каждого процесса индивидуально. Вот эта таблица, которая здесь реализует это ображение, она называется PageTable. И она является ключевым элементом в организации виртуального адресного пространства процессов с страничной адресацией. Кроме того, вот эта таблица страниц, какая она здесь есть, да, я говорю, что я здесь сейчас рассматриваю так называемые прямые таблицы страниц. Вот эта вот таблица страниц позволяет легко адресовать это, когда один, два и два процесса из каждого своего виртуального адресного пространства по сути работает с одной и той же страницей физического адресного пространства. Вот как здесь показано, у нас есть процесс 1, голубенький, у нас есть процесс 2, розовенький. У каждого из этих процессов есть таблица страниц PageTable. И вот две таблицы страниц, они ссылаются на одну и ту же физическую память. Нормально, это совершенно нормальный такой вот механизм. По сути, два процесса могут одновременно работать с одной и той же физической памятью. То есть, если эта страница физической памяти доступна на чтение и на запись, то они таким образом могут обмениваться данными. Все изменения будут видимы другим процессом. Ну, там есть некоторые нюансы, об этом мы будем говорить, когда будем рассматривать модели работы с памятью в многонетивом программировании. Но они видят изменения друг друга, тем не менее, в целом. Если эта страница доступна только на чтение, то они могут одновременно с ней работать, например, могут одновременно исполнять программу, которая физически хранится в одном экземпляре, просто вот в физической оперативной памяти. То есть, вместо двух копий, например, одной и той же программы, мы имеем одну копию программы в памяти. Это механизм разделения страниц, который естественным образом вытекает из вот такого вот индивидуального для каждого процесса отображения виртуальных адресов физически. Если мы рассмотрим самую простую модель отображения виртуального адреса физически, то у нас есть некоторый виртуальный адрес, который, например, содержит V-бит. Допустим, для примера 32 бита. И виртуальный адрес делится на две части. Естественным образом мы предполагаем, что размест страниц сократен на степень двойки. Если мы возьмем такой, прикинем, так очень грубо, прикинем, для процессора с 32-битным адресным пространством, например, у нас будет размер страницы равен 4 килобайта, это будет 2 в 12, то есть под часть смещения адреса у нас будет отводиться 12 бит. Тогда под номер страницы у нас будет отводиться 20 бит. И таким образом виртуальное адресное пространство, 4-гигабайтное виртуальное адресное пространство, 32-битное, у нас поделится на 2 в 20, то есть примерно на 1 миллион виртуальных страниц. То есть получается, что в полном адресном пространстве у нас миллион страниц в 32-битном, при том, что размер каждой страницы равен 4 килобайт. Вот такой подход, он очень простой, но, к сожалению, он непрактичный, потому что, ну, если мы представим, что из себя представляет таблица страниц, вот при таком подходе. Мы должны взять номер страницы, мы должны взять адрес начала таблицы страниц, у нас номер страниц будет индексом в этой таблице страниц, обращаясь по данному индексу в таблицу страниц, то есть мы получим физическую страницу, там номер физической страницы, прибавим к нему смещение и получим итоги физический адрес, если таблица есть отображение. И тогда у нас своего отображения потребует как минимум 4-х мегабайт памяти, то есть каждая страница потребует 4-х байт, всего 1 миллион страниц, 4 мегабайт. То есть самый маленький процесс, буквально там Hello World, потребует со стороны ядра зарезервировать 4 мегабайта ценного на самом деле адресного пространства ядра для того, чтобы просто организовать отображение виртуальных адресов физически. Это очень непрактично и очень неэкономно. Поэтому во всех процессорах используется многоуровневая таблица страниц. Вот, например, двухуровневая таблица страниц. На самом деле она вот здесь приведена для x86, она точно такая же для ARM. Вот точно такая же для ARM. Здесь у нас 32-битный адрес делится не на две части, как на предыдущем рисунке, а на три части. По-прежнему размер страниц у нас равен 4 килобайтам, 2 в 12 и под смещение у нас отводится 12 бит. А дальше вот этот номер страниц делится на две части. У нас осталось всего 20 бит, а на две части по 10 бит. Это, кстати, так совпадает, что 10 бит – это 1024. Умножаем на размер одной записи 4 байта, получаем 4 килобайта в точности размер одной страницы. То есть получается, что каждый этот инструмент, каталог страницы, также страницы, тоже означает размер, а в виртуальных и физических страниц памяти. И тогда у нас получается двухуровневая адресация. Мы сначала берем старшие 10 бит, используем их как индекс в каталоге страниц, получаем по этому индексу номер таблицы страниц, адрес, прошу прощения, физический адрес таблицы страниц. Вот это уже физические адреса здесь у нас возникают. Берем средний 10 бит, используем их как индекс в таблицу страниц, получаем уже физический адрес конкретной уже физической страницы, прибавляем к нему смещение, получаем финальный физический адрес и по нему обращаемся в память. Вот такой вот получается трехуровневый схема получается в итоге. Плюс еще у нас помимо, собственно, ну поскольку мы знаем, что и каталог страниц, и таблица страниц у нас занимает ровно страницу, они размещаются в физической оперативной памяти ровно по границе страницы выровнены, и мы младшие биты можем использовать для разных флагов, которые дополнительно задают разные режимы работы с данной физической или виртуальной страницей. То есть вот в случае x86 регистр Control Register 3 указывает, содержит физический адрес начала каталога страниц. На x86 двухуровневая таблица страниц, а на x64 четырехуровневая таблица страниц, она точно так же устроена, только у нас, получается, здесь четыре будут уровня, а не… прошу прощения. Да, четыре уровня, а не два будет уровня, и у нас указатели… Элементов таблицы страниц каталога страниц разных уровней и так далее. Получается, что в итоге у нас весь виртуальный адрес разбивается на пять групп. Смещение в странице – это 12 бит, плюс четыре девятибитовых группы, которые отвечают за… каждая отвечает за свой уровень иерархии таблицы страниц. Четыре умножить на девять, получается, тридцать шесть. Тридцать шесть плюс двенадцать будет сорок восемь. Итого, физический адрес у 64-битного процессора… Точнее, прошу прощения, неправильно. Виртуальный адрес у 64-битного процессора x64 занимает сорок восемь бит. Не шесть четыре бита, как можно было бы ожидать, исходя из восьмибайтового указателя, а всего лишь сорок восемь бит. Ну и кроме того, вот этот старший, 47-й старший бит виртуального адреса, он расширяется знаково. То есть у нас вот эти старшие биты, они будут копироваться единички либо нули из 47-го бита виртуального адреса. Это сделано для того, чтобы, возможно, потом расширять, добавлять новый элемент таблицы страниц, но чтобы сохранить совместимость между поколениями процессоров. Единичка в старшем бите – это используется для адресного пространства ядра, привилегированного адресного пространства, а нулик используется для адресного пространства пользовательского режима. То есть драйвера, все ядро, драйвера, вот это все, все, что у нас расположено в ядре, оно располагается, условно говоря, по верхней половине виртуальных адресов, 64-битных, ну 48-битных. Ну и, да, ядро тоже работает в режиме виртуальных адресации. То есть когда ядро работает, он тоже расположен виртуальных адресов, на двухую ночь и на двухую ночь, и уже даже для армурсов, в интернете, в режиме виртуальных адресов, уже финичная адреса, работа с помощью. Вы, ну, в основном очень похожи на всех циверных процессах, и в серии армур, и в серии битров. Я вас спас. Вот, если мы рассмотрим элемент таблицы страниц x86, вот у нас младшие 12-бит используются для разных флагов. Мы потом к этим флагам вернемся чуть позже, когда мы будем рассматривать уже разнообразные алгоритмы управления страницами в ядре адресного пространства. Например, у нас есть бит p, который отвечает за то, что страница присутствует в адресном пространстве. Если бит p равен нулю, это означает, что страница отсутствует в адресном пространстве, и, соответственно, попытка обращения к этой странице виртуальной нам выдаст прерывание page fold. r – это то, что у нас, почему-то он r называется, но, тем не менее, он разрешает доступ на запись страницу. Ну и так далее. a означает, что у нас вот бит a процессором автоматически устанавливается, когда к странице было обращение на чтение, бит d автоматически устанавливается, когда к странице было обращение на запись. Значит, a устанавливается тогда и тогда. Вот эти вот биты, они очень полезны для управления уже физическим и виртуальным адресным пространством в ядре операционной системы. Мы к ним, возможно, попозже вернемся. Итого, вот если мы рассмотрим алгоритм трансляции адресов для 32-битного процессора x86, он у нас будет такой. Он такой, псевдокод. Мы берем адрес каталога страниц, это уже будет физический адрес из регистра процессора CR3. Обращаемся к каталогу страниц, используя старшие 10 бит, получаем адрес таблицы страниц. Обращаемся к таблице страниц, используя средние 10 бит, получаем уже физический адрес и к физическому адресу прибавляем вот эту младшую часть виртуального адреса. Вот у нас page size – это 4 килобайта, и я, соответственно, вот здесь вот по битовой операции, по битовой и отбрасываю ненужные мне биты, обнуляю мне ненужные мне биты. Так, вот некоторые права доступа к страницам, о которых я говорил. И, как я сказал в самом начале, очень важно, чтобы трансляция виртуальных адресов физически была максимально быстрой, максимально эффективной. Для этого в процессоре есть специальная кэш-память, которая называется TLB – Translation Lookaside Buffer. Задача которой – закэшировать элементы таблицы страниц, с которыми уже было обращение. То есть изначально таблица страниц настраивается и размещается в физической оперативной памяти, а потом, когда процессор начинает исполнение программы, у него начинается обращение в виртуальную память. Эти обращения приводят к подгрузке элементов таблицы страниц разноуровневых. И вот эти вот подгруженные элементы таблицы страниц уже начинают размещаться в кэше TLB в Translation Lookaside Buffer. И таким образом уже следующее обращение в виртуальное адресное пространство не пойдет в физическую память, а сразу пойдет в кэше TLB, и мы оттуда сразу получим физический адрес напрямую, без обращения к таблице. TLB может быть многоуровневым, может быть разделенным. Вот, например, у Intel в L1 Data TLB 64 записи, в L1 Instruction TLB 128 записи, и в L2 Unified, то есть объединенном TLB 512 записи. Ну, то есть, точно так же, когда мы работаем с кэшем, с ячейками памяти, здесь точно так же происходит перенос из L2 кэша в L1 кэш. Если у нас есть обращение, ну, и следующее обращение уже работает с L1 кэшем, то есть считаем, что мы, что там уже схема настолько быстрая, что поиск физического адреса по виртуальному выполняется, ну, там, без каких-нибудь затрат. Ну, в общем-то, вот схема функционирования TLB. Вот у нас TLB, где уже напрямую есть просто отображение номеров страниц в номера физических страниц. То есть в английской терминологии пэйдж – это виртуальная страница, а пэйдж-фрейм – это физическая страница. Ну, и, соответственно, вот мы, если мы попали в TLB, у нас произошел кэш-мисс, находим номер физической страницы, ассоциативный массив, проиндексируем очень быстро. Попадаем уже, даем необходимый физический адрес и обращаемся к физической памяти. Если у нас произошел кэш-мисс, TLB-мисс, мы идем в физическую память, начинаем там долго мучаясь из нее, загружаем сначала в TLB, загружаем в TLB, загружаем в пэйдж-фрейм и только после этого обращаемся к физической памяти. Исключение пэйдж-фолд, о котором я упомянул, которое возникает тогда, когда по той или иной причине операция доступа к странице не может быть удовлетворена. Какие у нас могут быть ситуации, когда обращение к виртуальной странице не может быть удовлетворено из-за того, что соответствующая физическая страница либо отсутствует вообще, либо имеет не те права доступа. Что у нас может быть такого вполне рабочего? Во-первых, мы можем, вот как я упомянул, при сегментной адресации мы можем откачивать на внешнее устройство сегмента целиком. При страничной адресации в случае нехватки памяти, физической памяти, мы можем на диск, на какой-то внешний носитель откачивать постранично. наиболее менее используемые, наименее используемые в данный момент страницы виртуальной памяти. Это называется страничная подкачка, пейджинг. Соответственно, процессор, столкнувшись с ситуацией, ядро операционной системы, столкнувшись с ситуацией нехваткой физической памяти, может каким-то образом выбрать какие-то страницы физической памяти, которые будут кандидатами на выгрузку в своп. А в соответствии с ситуацией, в соответствии с ситуацией, помните, что страница данных откачена в своп. Или же альтернативный вариант, что когда мы еще не успели даже загрузить страницу кода, еще не успели загрузить из файла. Это то, что называется demand-пейджинг. Мы о нем буквально поговорим в следующий раз, когда будем рассматривать файл, отображаемый в памяти. В любом случае, в этих двух ситуациях произойдет исключение page-fold. Ядро получит управление. Ядро распознает ситуацию, что вообще говоря, это валидная страница виртуальная, и она должна быть подгружена либо с диска, либо из свопа. Она будет загружена, под нее будет выделена физическая страница, она будет загружена из диска, либо из свопа, и таблица страниц page-table будет поднастроена, и операция будет реставрирована, и операция доступа к памяти будет повторена. То есть, если она в первый раз дала исключение page-fold, то после того, как ядро донастроит, выполнит все необходимые действия, донастроит таблицу страниц, эта инструкция будет запущена еще раз, и со второго раза она выполнится нормально, и программа продолжит дальнейшее выполнение. Другая ситуация, когда у нас встречается page-fold, когда мы пытаемся записать страницу, созданную для, которая в данном момент доступна только на чтение, по технологии copy-on-write. Тоже об этом подробнее чуть позже скажу. Тоже происходит page-fold, ядро перехватывает управление, то есть во многих ситуациях page-fold это такое очень полезное рабочее прерывание для управления виртуальным адресным пространством, и программа, выполняющая процесс, таким образом неявно взаимодействует с ядром операционной системы, с помощью page-fold, это неявное взаимодействие, там ядро операционной системы подгружает для процесса необходимую для него память. И подводя итог, зачем нужно виртуальное адресное пространство, зачем нужна страничная виртуальная память, в частности, как один из типичных примеров, наиболее часто используемых виртуального адресного пространства. Первое, это для того, чтобы поместить каждый процесс в песочницу, чтобы не дать процессу возможности испортить какой-то память других процессов или ядро операционной системы, чтобы, более того, вот такое виртуальное адресное пространство в каждом процессе упрощает работу управления памятью на уровне процесса. Мы всегда знаем, что у нас, допустим, стэк, мы всегда аллоцируем стэк где-то там с адреса верхнего гигабайта, кучу мы аллоцируем с такого адреса, программу мы аллоцируем с такого адреса, никаких проблем с этим нет. Если вы помните, когда мы обсуждали запуску исполненных управления, и сказали, что у нас все исполненные программы, и по сути на станцию уже выполняются. Поскольку у каждого процесса свое виртуальное адресное пространство, ну, отлично, каждый процесс независимо отображается в физическое адресное пространство. Право доступа настраивается для каждой страницы индивидуально, и для, например, для страницы кода мы настраиваем их на read-execute, для страницы стэка мы их просто настраиваем на read, для страницы стэка настраиваем на read-write, Для страницы куча расстраиваем на Retrite, то есть гибко управляем правилами доступа, повышаем безопасность в каком-то смысле работы процесса. Это с одной стороны, то есть изоляция, удобство программирования, изоляция процессов, но и точно так же возможность нескольких процессов разделять одну и ту же физическую память, sharing, shared pages, что очень важно в контексте использования динамических библиотек. В ситуации со страничной памятью у нас не возникает фрагментация, поскольку адресное пространство каждого процесса, вообще говоря, может иметь произвольную структуру, произвольным образом перемешано, это все равно отображается очень эффективно, без каких-нибудь дополнительных накладных расходов на фрагментацию. Ну, единственное, что у нас есть, только есть некоторая внутренняя фрагментация, что означает, что, ну, минимальная единица, потому что вы можете забрать у ядра, это одна страница, 4 килобайта. Дальше уже это ваша задача, как-то вот внутри вашего процесса правильно использовать 4 килобайта страничных, чтобы их разрезать на более мелкие куски, чтобы уже корректно реализовать кучу. Соотношение между размером виртуального адресного пространства и физического адресного пространства может быть произвольного. Раньше было типичное отношение, что виртуального адресного пространства было больше. Например, у нас виртуального адресного пространства было 4 гигабайта, а физического могло быть там 1 гигабайт, может быть, даже меньше. Были времена, когда и были мегабайты считанные физического адресного пространства. Это уже давно прошло. Ну, хотя, почему у нас вот 64-битного адресного пространства, у нас там 48 бит, и пока у нас, в общем-то, нет 48-битного физического адресного пространства. То есть все равно у нас виртуальное адресное пространство больше физического в случае 64-битных вычислений. Все равно это так, да. Виртуальная память может быть более физической, может быть меньше физической. Это соотношение независимое, оно позволяет нам гибко регулировать адресное пространство каждого процесса. Ну и вот дополнительная ссылка, если хотите почитать про организацию виртуального адресного пространства. Она немного может быть устарела, но вполне читабельная, вполне может быть полезная. Так, если вопросов нет, мы можем закончить на этом, на самом деле, сегодня, как обычно. Да. Это, можно сказать, некий регистр, который говорит, где у нас… Да, так. Когда вы даже во всем деле пишете адреса, вы пишете виртуальные адреса, которые потом… Ну, в типичном режиме, когда мы работаем в защищенном адресном пространстве, они отображаются физически с помощью специальных таблиц. А, соответственно, эти таблицы, они просто отдельными командами. А это привилегированный режим, ядро настраивания таблицы для каждого процесса. То есть просто в привилегированном режиме доступны некоторые машинные коды, которые в обычном режиме недоступны, правильно? Да, конечно, конечно. А ограничение их доступности происходит на этапе, когда программа в оперативную память загружается? Я говорю в прошлый раз, что у нас есть режимы доступа, есть кольца защиты, есть юзер-спейс, юзер-мод и кернел-мод. Соответственно, ядро работает в кернел-моде, и когда оно загружает в виртуальное адресное пространство исполняемый код, оно переходит на его точку входа и переключает процессор в режим юзер-мод. Любое прерывание переключает процессор обратно в режим, в привилегированный режим, в режим, в котором мы имеем возможность работать со всеми командами процессора. То есть, по сути, при, в общем-то, каждой выполнении команды в процессоре происходит проверка? Да, 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 конечно. Спасибо. Еще есть вопросы? Так, ну, все, тогда давайте закончим. Все, давайте. Да, у нас через неделю, следующую пятницу будет планируется следующая контрольная, там уже будет задача на ассемблер. Все, до свидания. А до какого семинара задача на ассемблер будет? Или по всему? Да, будет объявлено. А, окей. Спасибо. 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 Спасибо.